Интереснее, но не комфортнее. То есть 100% станет хуже. Так бывает. Поэтому вот эти полгода после осмысления цели задаются неприятные вопросы самому себе. Не туда, а куда-нибудь можно сходить и получать. Убухать можно. Можно. Главное потом выйти из этого состояния. Ты хочешь с меня еще и привязать. Какая прелесть. Так, нет, не так. Надо его по-другому, наверное, прицепить. Минутка кретинизма. Да, вот так. Как бы мне всю эту конструкцию за сегодня не завалить. Вот в чем вот получилось. Скажи, пожалуйста, мы ждем еще минут 5-10. Подождем. Хорошо. Я тогда, собственно, на это. Я тогда, пока у вас в ноунейме посижу, потом через 5-10 минут, когда мы решим, что мы все, мы закрываем двери и начинаем что-то взаимодействовать, я расскажу, кто есть и что такое. А так просто пока могу майки потравить. Вот. И все-таки, да, если вы хотите чай, кофе, чего-нибудь теплого с холодной улицы и вам не хватает, то welcome. Я, честно, сразу скажу, что я буду сегодня с теплым напитком во руках все время, потому что вчера меня очень сильно обрадовали тем, что у меня нет воспаления легких. Вот. Но все остальное, в общем-то, присутствует. Но, как бы, это все равно не отменяет того, что я на обучение прилетела, потому что у вас есть уже договоренность, если у вас данное слово и вы собрались, то значит, я тут тоже должна быть. Поэтому у меня слегка севший голос, вот, я немножко кашляю, за что сразу прошу у вас по ощущению. Вот. Если что, то в этом это. Сильно не кидайте меня. А, спасибо. А, нет. Нет, это не моя тема прямо совсем. Все мои искания в закалянии закончились где-то в садике. У меня был садик очень хороший. Там была система Иванова введена по поводу обливания. Не знаю, может кто-нибудь из вас знает. Который порфирий Иванов? Я, честно говоря, не знаю. В трусах зима. Может быть, вполне, да, возможно, что это был именно он, потому что, в общем-то, идея состояла в том, что, правда, там была прям целая система и с лета, начиная, да, то есть обязательно с теплого времени года, там человек выливает на себя ведро воды, которое предварительно стоит на улице минимум час, так сказать, заряжается космической энергией. Вот. Что могу сказать в защиту? Я точно помню, что то время, пока мы проходили это закаление, да, вместе с моей сестрой, мы не болели никогда. Да, то есть и после там двух лет мы, собственно говоря, нас по этой системе закаляли, и потом еще года три мы не болели совсем. То есть все остальные дети болели постоянно какими-то простудами и прочим, мы не болели совсем. Вот. Но это было достаточно забавно, особенно я жила в частном доме. Так, прошу прощения. Добрый вечер. Его поют у нас. Все верно. Приходи, присаживайся. Это же не от того, что вода заряжалась. А это не от того, что вода заряжалась, это от того, что у тебя там ограничения есть, только если на улице минус 35, и ветер сильнее, чем там что-то, по-моему, 12 метров в секунду, ты не обливаешься. Во всех остальных случаях, неважно какая погода, неважно какая температура, ты выливаешь на себя это ведро воды, и нельзя вытираться, нельзя сушиться феном, нужно побегать по окружающей реальности, пока не высохнешь. Да, то есть закалка, конечно, была дикая. Вот. Из смешных историй я помню, я жила сама в частном доме, но приезжала временами там к дедушке с бабушкой, они жили в квартире, вот. И это был двое, обычные, да, там, люди. Мне лет шесть, наверное, сестре восемь, следовательно. Вот. И в очередной раз облившись и побежать, ну, мы там в плавках, естественно, просто этот, и сидят какие-то пацаны лет по десять, наверное, на лавочке такие, о, смотри, смотри, бабы голые побежали. Вот, да, то есть это был первый такой способ. Вот. И я помню, у меня, я приехала в гости к бабушке, у меня дедушка вышел обливать водой, на улице минус двадцать, он меня, на меня ведро воды, она за ним следом с клюшкой, и зверь, ну, от ребенка вызываешься, вот. Ну, такая забавная, собственно, штука. Все еще хочу к ней вернуться, но купание в прорубе как-то меня, особенно меня смущает, в общем-то, притягивание туда всевозможных христианских обычаев, поэтому я в стороне. Вот, может, именно поэтому я и болею. Отработка навыка калибровки организатора. Лето. Начинается обязательно с лета, да, то есть ты летом только начинаешь обливаться, и плавно, постепенно у тебя температура в окружающей реальности снижается. Да, там, один раз, я помню, мы выставили чуть-чуть раньше воду на улицу, вот, мы пришли обливаться, а там кусок льда. Такие, тык-тык, эй! Неудобно выливать на себя кусок льда, но учитывая, что я живу в городе Ростове-на-Дону, и сама я ростовчанка, вот, то там очень редко бывает по-настоящему холодно, это крайне там лет 5-7, наверное, стало, что раз в году, месяц у нас минус 35, а все остальное время у нас осень или весна. Не лето, конечно, но осень или весна. Все, мы считаем, что мы начали. Отлично! Добрый вечер! Меня зовут Ирина. Так официально я представляюсь не потому, что я такая серьезная, а потому, что я кавитавлю. Если я скажу, что я Ирина, то меня будет непонятно. Да, это у нас, в общем-то, корпоративный отбой, собственно. Самое забавное, что в школе, так как у меня фамилия Филатова, в школе, естественно, всю жизнь была Филом, и никак иначе. Поэтому мне, когда сказали придумать какой-нибудь себе псевдоним, у меня были сложности, потому что там называться Фил номер 2, Фил женщина и прочее, как-то не очень, в общем-то, шло. Ну, как есть. Немного о себе, чтобы понимали, что-то я здесь делаю, почему, в общем-то, решила, что я могу вас чему-то учить. Ну, во-первых, я педагог-психолог по образованию. То есть я занимаюсь своим делом, тем, которое я выбрала там еще давным-давно, и это моя профессия. Тренинги, тренинговым процессом я занимаюсь с 2008 года. В 2008 году я впервые пришла там в проект, один известный проект, как раз таки Филиппа Олеговича Богачева, и стала там организатором. Организатором как раз таки тренингов по соблазнению. И на протяжении 4-х лет я была помощником организатора тренингов по соблазнению, а потом тренингов по развитию личности. Я, вы все читали, да, там, скорее всего, вы все состоите в чате, вы все читали, что я проходила тренинг мастер, да, и, в общем-то, я не являюсь ДЧ, мне не дали его по половому признаку, вот, хотя, в общем-то, как бы, все задания сертификационные, в том числе, мной были выполнены. Вот, естественно, за это время, да, я и ребят сопротивляла достаточно часто, и, в общем-то, это с разных сторон могу посмотреть, поэтому я могу, да, вам что-то рассказывать там про соблазнение, потому что я все-таки не совсем в классическом понимании девочка-девочка, да, я заглянула за ширину того, как это выглядит у мальчиков, вот, и какие там бывают сложности, и этот, поэтому я могу смотреть с двух сторон, с двух лагерей, и, возможно, что-то полезное, поэтому смогу вам сегодня рассказать. Я на данный момент являюсь ведущим бизнес-тренером компании Билайн, я сотрудничала с компанией Оскона, тоже была у них тренером, я являюсь тренером лингвистики, я веду свои собственные тренинги авторские, да, у меня сейчас идет тренинг-переговорщик, на котором я как раз-таки учу людей переговоры. Вот, сегодняшняя наша тема называется «Эропорт», и это такая основная вообще тема в как раз-таки переговорах и во всем остальном, поэтому у нас будет здесь с вами соединение бизнес-эропорта и соблазняющего эропорта, и мы вначале его соединим, а потом постараемся разъединить, потому что очень часто я встречаю в своей практике, что люди ее пытаются, ну, пытаются смешать этих две модели, и потом очень удивляются, почему ни бизнес не клеится, ни бабы не клеятся, ни там, ни там, короче, что-то не клеится, момент все время, ну, то есть клей берут вечно не тот, и очень удивляются, почему оно так. Вот, в принципе, у нас здесь мастер-класс, да, то есть мастер-класс все-таки от тренинга отличается продолжительностью и там глубиной погружения. Я не обещаю, что я за три часа, которые у нас с вами отведены, научу вас прям навыку применения и прочее, но я искренне надеюсь, что он будет вам максимально полезен, и вы сможете это применить в живую, в полях, в тренинге, которые в ближайшее время там будет идти секс-машина, да, там, азбука, да, инструктор, который, в общем-то, с Светогоевым проводит. И вы там это сможете тоже попробовать, посмотреть, насколько правда то, что я вам говорила. Еще такой очень важный момент в мастер-классе, особенно в такой обстановке, как у нас здесь, я бы хотела, чтобы от вас было максимальное количество вопросов. Да, то есть я такой тренер, который в основе своей работаю именно с запросами группы. Мне хочется, и мне интересно, и я тогда могу принести максимальную пользу, когда у вас есть запрос. Да, то есть понятно, что теорию я могу рассказывать недельки три, не останавливаясь, не затыкаясь, у меня там хватит. Вот, но гораздо полезнее, если вы будете задавать вопросы, поэтому не нужно их откладывать на конец, и мы потом зададим, вот сейчас я придумаю получше вопрос и прочее. Обычно я всегда на своих обучениях говорю, что если вам пришел вдруг в голову вопрос, и вам кажется, что он банальный, простой, дурацкий и прочее, то с него нужно начать. Потому что чаще всего, если на него не дать ответ, то все остальное вообще не клеится. Потому что базовые вопросы обычно, кажется, вызывают у нас больше всего стеснение от того, что что я буду спрашивать, это же всем очевидно. Но у самого внутри есть ощущение того, что не очевидно, объясните, да, и я как раз таки вот таким способом постараюсь с вами взаимодействовать. Хорошо? Так, обо мне все всем понятно, если есть какие-то вопросы, вы задайте их сразу, и я отвечу. Отлично. Так, давайте начнем с того, что такое рапорт, кто вообще, какие, так, тренинги, обучение проходили, 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 собираетесь проходить, не проходили, ага, совсем, ни одного. Ага, выпадаю, да, если я встала, то я выпала. Всем на трансляции привет, если что. Итак, давайте начнем с того, что такое рапорт, кто знает. Состояние комфорта. Угу. Так, еще. Состояние комфорта. Состояние комфорта, это что такое? Что для тебя комфортно? Угу. 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 Бывают ли у вас с друзьями некомфортное общение? С друзьями, ну... Ну, бывает, но... Бывают с друзьями некомфортные. Ага, ага. Ну, и тогда становят общение некомфортное. Угу. Я почему сейчас спрашиваю, нам бы хорошо прийти к какому-то общему определению, для того, чтобы вообще понимать, мы вообще о том разговариваем друг с другом, или это разные вещи. У кого еще такое понимание слова эвапорта? Им так все активно разбрасываются, так активно используют его. Чаще всего это слово эвапорта, его повезло себя, но в общем-то это неважно. У кого еще какие мнения по поводу эвапорта? Эвапорта, ну я как бы небольшой специалист, я думаю, это очень тесно связано с понятием доверия. Комфорт и доверие, ну и как бы вещи схожие, но у разницы есть. Есть. Есть разница, да. Хорошо, спасибо, да. Вот как раз-таки я тоже часто слышу именно определение того, что эвапорта это комфортное общение. И дальше у меня возникают вопросы по этому поводу, что для тебя комфортно, где тебе комфортно. Ну самое комфортное это под пледиком с тепленьким чаечком и одному. Есть такая обманка и такая мулька о том, что если вы научитесь устанавливать эвапорт, то вам всегда с каждым человеком будет комфортно и вам будет всегда нравиться общаться с людьми. Это неправда, потому что любое общение с новым человеком является для вас небезопасным. Оно само по себе, да, то есть это вот такое сохранение себя и своей целостности. Это такое там животные еще инстинкты защищать себя и свое пространство. И вот лучше всего самое комфортное предсостояние это под пледиком с чаем, где тебя никто не трогает, потому что там безопасно. Как бы вы не научились общаться, как бы хорошо вы это не делали, у вас все равно будет стадия дискомфорта при входе в новый контакт. Это нормально, потому что вы в первую очередь пытаетесь определить, человек свой-чужой, опасный-безопасный, есть какие-то минусы в нем или есть в нем плюсы, зачем он нужен и прочее. И да, гораздо более для меня отзывающееся определение аэропорта это состояние доверия плюс интерес. Вот когда вы человеку доверяете и вам с ним интересно, вы за ним готовы идти хоть на крылья света, в том числе вам может быть там сильно некомфортно. Но вы ему верите до последнего, он вам верит до последнего и вы с ним и в Крым, и Рим, и куда угодно. Да, всем это понятно. И вот эта, кстати, штука очень важна в рапорте именно в рамках соблазнения. Потому что если мы говорим о том, что рапорт в рамках соблазнения определяется как комфортность, то самое комфортное это, что вы девочку кормите, поете, руками не трогаете, домой вовремя приводите, дарите цацки и вообще не приближаетесь. Это самое комфортное. Самое безопасное? Да, это самое безопасное, потому что, да, все женщины хотят секса, да, все женщины хотят, чтобы их соблазняли, да, всем женщинам интересно, чтобы их соблазняли, но количество рамок ограничений, страхов и прочее по поводу секса, взаимоотношений и прочее, такое, что лучше всего, чтобы у нее был хороший мужик, который о ней заботится, но при этом кто бы ее не попытался в чем увлечить, она, короче, святая. При всех условиях она святая. Вот эта нестыковка в обществе приводит к тому, что если мы берем именно комфортное общение, то тогда ты, короче, ко мне не приближайся и будет хорошо. Ну, корми, пои и цветы дари. Поэтому здесь хорошо бы изменить вот это понимание. А то, что тебе женщина доверяет, да, там, девушка доверяет, я буду использовать слово женщина, как, это не означает тетка с сумками, да, это вот женщина в максимально хорошем определении этого слова, и, там, мне грустно, когда, в общем-то, девочки обижаются на слово женщина, да, там, я не женщина, я, это, я понимаю, что у нее женщина это с чепчиком, да, с синими тенями и что-то такое грустное. Вот, в моем понимании женщина это, вот, лучшее из того, что там можно собирать. Вот, и если женщина доверяет мужчине, с которым она рядом, и ей интересно с ним, то она готова вообще на все, что угодно. Там, в принципе, не может возникнуть. Ну, это не интуиция, это калибровки, которые у женщины развиты лучше, чем у мужчины, по причине слабости. То есть, это очень четкий эволюционный механизм. У мужчины такое туннельное зрение больше. Вижу, мамонта, иду по прямой. Некогда калибровать и определять, у мамонта хорошее настроение, плохое настроение, да, пойду, не пойду, там, ветер дует, не дует, вижу цель, иду по прямой. У женщины, собственно говоря, не так. Она слабее, поэтому ей нужно заранее понять, что что-то идет не так, хватать потомства и уматывать в другую сторону. Поэтому у женщин и угол обзора выше, и считывание информации тоже выше. Поэтому первое, что делает женщина, это определяет, как вы выглядите. Не ценник. Хотя ценник тоже, в общем-то, важен. Для женщин важно, насколько вы являетесь платежеспособным. И это нормально. Да, и в этой стадии европей тоже существует. Это не означает, что вы ее должны покупать. Это прям плохая история. Да, у меня там за все время ведения тренингов и прочее были мужчины, которые приходили в насилие, говорили, сейчас я денег заработаю, и у меня баб будет. Вот, и вот на этом же тренинге находятся другие мужчины, которые говорят, блин, бабла заработал. Не, ну те, которые на бабло, конечно, клюют. А как же я? А как же моя тонкая душевная организация? Никому я, бедный, не нужен. Да, то есть этот перекос идет достаточно часто. Но женщинам важны ресурсы по причине того, что это все та же самая безопасность. Это все то же самое, насколько можно доверять мужчине, насколько он решает или не решает какие-нибудь проблемы. Это не означает, что нужно размахивать пачкой денег. Но это означает, что соблазнение, если вы выглядите хорошо, проходит легче, быстрее и радостнее, чем если с перепоя 15-й день у вас запои, вы, наконец-то, выпали из своей помойки, встретили королеву красоты, и она поняла, что вот он, мой мужчина. Вот, да, с алкоголиками вообще. Да, с этим алкоголик из Москвы. То есть вот это вот тоже может быть, и там жертвенность у женщин существует. Но по поводу внешнего вида, да, я на нем немножко остановлюсь, потому что рапоид, в принципе, начинается оттуда. Когда вы подбираете внешний вид, вы задаете себе вопрос, чего вы вообще хотите этим сказать. Да, там есть у ребят, которые увлекаются соблазнением, есть перекос во внешнем виде. Они в какой-то момент все становятся очень похожими и очень одинаково правильными. И вот эта правильность, она дает шаблонность. При этом она часто не дает конгруентности. Конгруентность в чем, понятно слово? Конгруентность – это естественность. То есть состояет совпадение твоего внешнего вида, твоего внешнего поведения с тем, что ты из себя на самом деле представляешь. Если у нас идет несостыковка в конгруентности, то доверия, естественно, не будет. В том числе просто потому, что... Но она точно знает, что в чем-то есть подвох. Что-то не то. Вот это вот состояние у женщин, что-то не то, оно очень четкое. Они умеют это определять, что-то не то, часто, быстро, легко и хорошо. Да, они не всегда на него реагируют. Да, очень часто потом от него можно узнать, ну я же знала. Вот это вот. Вот, но в принципе оно как бы существует. И она правда знала с самого начала. Поэтому, когда вы подбираете внешний вид, и когда у вас там в зависимости от того, что вы хотите, нужно подбирать внешний вид. Хотите быть классным, легким, веселым, интересным и прочее – это один вид. Хотите быть серьезным, взрослым, надежным и прочее – это другой вид. Очень часто у меня там мужчины в костюмах, часах, идеальных там ботинках, идеальный кошелек, идеальный телефон, идеальный маникюр и прочее. Слушай, что на меня все бабы ведутся, при этом не хотят никакого секса, ничего не хотят, хотят только замуж. Это серьезно? На тебе прям ценник даже вешать не надо. То есть он вот следом идет вот такого размера. И естественно, любая девочка, глядя, понимает, что к ней пришел такой серьезный человек, что она рядом с ним становится. То есть такая – что вы, сударь, нет. Вот, и так и живет, да, то есть вне зависимости от… Ну, потому что она понимает, что он ее отругает. Даже если она попытается при нем веселиться, он ее отругает. Прямо та-та-та скажет. И она такая – не-не-не-не-не. Вот, а при этом бывает по-другому, да. Я хочу найти себе отношения. Мне очень нужна девушка серьезная. Мне попадаются одни какие-то ветреные шалашовки. Что же мне делать? Я говорю, дружище, там, в принципе, можно просто переодеться. Правда, бывает такое, что достаточно просто переодеться. Просто сменить то, как вы выглядите. Поэтому ваш внешний вид – это часто то, что вы получите. В аэропорте, кстати, очень часто с вот этой штукой, с установлением его, есть одна такая вещь, что люди не знают, зачем они его собираются установить. Но они его устанавливают ради того, чтобы его установить. А что хотят получить – непонятно. Поэтому первое, с чего мы начинаем, особенно аэропорец-облазнительный, это давайте начинать с цели. У каждого вашего действия, особенно если вы молодец, отвечаете за свою жизнь и прочее, должна быть цель. Любое общение, которое вы начинаете, поймите, зачем вы его начинаете. И тогда начинайте. То есть, какие бывают цели в соблазнении? У кого какие цели в соблазнении? Давайте так, по-другому. Не будем рассматривать лошадь в вакууме. Конкретно, у кого какие цели в соблазнении? Зачем вы вообще сюда пришли? Чего вы хотите от этого знания получить? Пуску ебать. Пуску ебать. Так. Хорошо. Можно нецензурно. Ребята, я еще раз повторяю. Я с восьмого года в пикаперской тусовке, я очень сомневаюсь, что вы сможете меня чем-то уявить. Хоть каким-нибудь из ваших формулировок. Ребята, просто написано было «цензурный мастер-класс». Я удивилась. Вот. Я удивилась. Я начала вспоминать все синонимы всех слов, которые я знаю. Потому что я матом не разговариваю, но я точно знаю, что некоторые вещи матом легче донести и проще объяснить, чем пытаться это разложить, как бы то ни было красиво и прочее. Скажи, у нас там до 18 лет. Есть кто-нибудь? Ограничение это, да? Я вдруг, если что, я у вас спрошу, что там соберется кто-нибудь в обморок падать, если я начну материться. Вы напишите, если что, админу. Я тогда не буду. Я могу не материться. Если это, то давайте разговаривать по нормальному, по открытому, без подбирания синонимов. У меня все хорошо. Да, это понятнее вообще. Тем более, тут даже не то, что понятнее. У нас, к сожалению, не существует в нашем языке и в нашей культуре нормального названия для какого бы то ни было секса и интимных отношений. И вообще соблазнения. Оно у нас либо говорится такими заумными словами, надо там, а, близость. Знаете, меня интересует близость. Я вот хочу, чтобы у меня близости было больше. 15 желательно в месяц. Вот. Ну нет, ты поебаться хочешь 15 раз за месяц. Вот это разные вещи. Это не близость. Вот. И тут как бы случаются такие вот штуки, как раз таки сложности перевода, да, и, ну, то есть, либо матом, либо очень заумно. Поэтому давайте не будем. Очень заумно давайте не будем. О том, это вот сейчас в момент. Такую серьезность с одением, как будто мы к корову последнюю порегиваем. Хорошо, для секса. Да, то есть, для без обязательств. Без обязательств. Хорошо, для кого еще, для кому еще, для чего. Да. Мне вообще для состояния такого доверия, чтобы девчонка могла делать все, что я хочу. Ну, как бы, ну, не боялась, по крайней мере. Без секса или куда-то сходить, или, ну, просто вообще, без разницы. Так, я вот очню момент. Я услышала, я вот очню момент, просто меня вот эта вот формулировка, чтобы она делала все, что я хочу. Вот. Вот, если что, да, конечно, при помощи вот этих навыков можно и почку, если что, отжать. Если навык хорошо прокачать. Я бы хотела, чтобы у вас не было таких целей. Вот, я точно против. Вот, поэтому экологичность, да. Здесь у нас экологичность в рамках. Так, да, в мозгоебле тоже прекрасное время проведения. Я понимаю, так. Хорошо, у нас это поинтересно, в общем-то, разделяемся. Так, еще у кого какие цели? У меня, на самом деле, заглянуть в повадки женщин, так скажем. Зачем? Для более полного общения с ними. Слушайте, этот, я отвечу, да. Слово должна мы уберем. Слово должна уберем. Я, в принципе, поддерживаю тебя, потому что, да, ну, вот эта дырочка женщины, простите, я по-другому это назвать не могу, да, то есть постоянный одноразовый секс с непонятными людьми в непонятном состоянии, он, в общем-то, не очень заряжающий и не очень штырищий, да. И я понимаю, что, ну, там, в каком-то определенном возрасте и этапе есть вот эта цель, там, трахнуть сотку. Вот, а потом, не у всех оно продолжает заряжать, да, то есть есть люди, которых оно все так же продолжает заряжать, штырить им классно. Да, вы одного такого точно знаете, да, Дима, вот он в чистом примере, он от этого заряжается, он энергетическая прям батарейка, его штырит, он классный, он может, там, я не знаю, по-моему, здание освещать, если надо, да, если к нему повода куда-нибудь подключить, осталось придумать куда, вот, то будет это. Ну, это далеко не всем нужно, да, то есть это далеко не всегда интересно, вот, но, с другой стороны, да, вот эта мысль заглянуть, что там у женщин в голове происходит. Есть предостережение, лично от меня. Во-первых, там происходит хаос, да, что происходит у женщины в голове, можно понять по тому, что происходит у нее в сумочке. Берешь сумочку, открываешь, пиздец, заковырил, убирал, все, не лезешь туда, а то вдруг крокодил вылезет. Вот, да, у меня там есть подруги, которые отвертку могут достать, и, понимаете, у меня в какой-то момент жизни там тоже было так, что, в принципе, выкинь меня на остров, я там недельки-две с шалашиком, с комфортом, с коктейльчиком проведу, у меня все будет хорошо. Вот, это во-первых. Во-вторых, временами бывает так, что если вы слишком глубоко начинаете кого-то понимать, вы начинаете под них мимикрировать. Мимикрировать, это подражать. И в какой-то момент мы получаем 21 век, век мужественных женщин и женственных мужчин, да, которые такие, все друг друга понимают, все такие, этот. Все-таки у нас разные роли, по крайней мере, на данный момент развития российской общности и российской цивилизации, да, где там есть конкретное гендерное состояние женщины, и есть конкретное гендерное состояние мужчины. И тут важно не смешать, да, то есть понимать хорошо, но не сильно глубоко, а то можно потеряться. Так, хорошо, услышала, понимает женщин, много, классно, весело, поговорить по душам, еще у кого-нибудь, да. У меня вот секс для этого раппорта, то есть вот ты говоришь, мастер проходил, такой пример, допустим, гамбургеры задания там делал или презервативы, там много раз подходов, делаю, не получается, спрашиваю, что такое, раппорта нет. Я думаю, да понятно, что нет, но а как это задание выполнить? Вот, и вот тоже женщины, вот прям вот такое доверие у меня обычно после секса возникает, то есть, ну как бы сближает это, скажем так. Да, это неплохой способ установления вопоэта, в принципе, секс, вполне себе. Мне больше доверие получить сначала тратнуть, а потом в это доверие будет. То есть, цель раппорта именно вот соблазнение, также вот их соблазнение, допустим, слишком рано кинестетику включил, ну, я с товарищами говорю, почему там свелась, почему отморазил, ну, ты что, раппорт не установил, ну, я понимаю, что не установил, но вот, что делать-то, блин? Ну, вот такой запрос. Хорошо, вот смотрите, здесь как раз-таки, да, там с целью, я сказала, что вы, прежде чем, когда вы заходите в коммуникацию, у вас должна быть цель, чего вы там собираетесь делать. Вот, часто в раппорте есть проблема, которая возникает у ребят, которые как раз-таки учатся соблазнению, что вы выводите свои инстинкты на осознанный уровень. И пока вы о них думаете, вы занимаетесь не соблазнением с женщиной, а отработкой инструмента. И тогда, заходя в коммуникацию, создается ощущение, что ты не пришел ее соблазнить, потому что она тебе понравилась, а ты пришел ей показать, каким классным техникам ты научился. Киностетика, вот, сильно отличающие вещи между бизнес-ээпортом и соблазняющим ээпортом, это как раз-таки киностетика. Отказываться от нее нельзя ни при каких условиях. То есть, первое вот такое отличие именно между этими вещами, это киностетика. Если вы забываете трогать девушку, то вы сливаетесь либо в падавана, либо в друга. Ну, то есть, хорошего падавана, ну, такого душевного падавана. Поэтому киностетика всегда нужна. Другой вопрос, что есть разные уровни киностетики. И эти разные уровни будут, собственно говоря, где-то уместны, где-то неуместны. Это, во-первых. Во-вторых, да, то есть, цель какая должна... Ну, то есть, вообще, есть одна цель, когда вы заходите с женщиной в коммуникацию, это ее соблазнить. Вот, вот все. Это вот цель, которая должна быть. Но, кроме вот этой первой отработки, есть еще вторая цель, бывает в коммуникации. Мужчина, когда заходит соблазнять женщину, он хочет показать, какой он красавчик. Ну, он идет не ее соблазнять, а он идет себя показать. Самоутверждаться. Показать, как на него классно ведутся, еще что-то такое же. И в этот момент цель сбивается. То есть, девочка понимает, что, вообще-то, ну, не она цель. А цель сам по себе, вот он, такой классный. Да, и он сам о себе, и он сам для себя, и он сам от себя тащится. Показать какие-то инструменты, я знаю, да? Это, ну, это немножечко, да, другое. То есть, инструменты отрабатываются обычно так. Мне сказали же, так, смотри, она со мной разговаривает. Точно, у нее двигается рот, значит, она со мной разговаривает. Что нужно делать? Точно, трогать. Так, ага, нужно еще раз трогать. Так, да, то есть, и девочка понимает, что что-то идет, короче, не так. Ну, то есть, вместо того, чтобы ты чувствовал себя расслабленно, хорошо и прочее, вам вот это ваше состояние тоже должно быть. Вы опорете обязательно, чтобы вы доверяли этому человеку, которому вы подошли. А если вы идете отрабатывать, отрабатывать, то у вас там может не быть доверия. Вы боитесь, что она сейчас не проникнется вашим величием, да, или на ней не сработает эта техника. Вы ей не доверяете, вы ее боитесь. Вот. И с интересом тоже. Если вы идете отрабатывать технику, то там бывает прям провал с интересом. Ну, потому что конкретно данная девочка вам неинтересна. Я часто видела такие отработки, да, то есть, я пойду к крокодилу, мне неинтересно. Но мне очень нужно отрабатывать что-нибудь. Установить терапорт в таких состояниях, ну, в принципе, невозможно. Это будет не терапорт, это будет гуманитарная помощь, да, то есть, она будет делать вид, что ей с вами интересно и комфортно. Я же говорю, она точно это чувствует, но если у нее нехватка доверия, ну, у нее нехватка, в общем-то, секса, внимания и прочее, то она делает вид, что она не замечает этого. Ничего она не видит, ничего она не знает, все у нее хорошо. Да, то есть, она, да, и тогда вы, и тогда она принимает гуманитальную помощь. Вот, она все понимает, но все, она вам тогда никакой неплохой обратной связи она не даст. Уж если вы только, ну, сильно прям отрабатываете что-то, отрабатываете, и она понимает, что вестись на это нельзя просто потому, что вы сейчас, да, отработаете, развернетесь и уйдете, а она тогда будет, ну, оскорбленная, да, то есть, поматросил и бросил, это обидно, а не матросил и бросил, это оскорбительно. Вот, поэтому в этом случае, да, то есть, там могут возникнуть такие сложности по этому поводу. Естественно, то есть, девочка точно это чувствует. Поэтому очень частые соблазнения как раз-таки и срываются тогда, когда вы не понимаете, зачем вы идете к конкретно взятой женщине. Самые большие сложности с раппортом там. Сложности с раппортом бывают, да, там, в компаниях, когда вот вы там толпой на эгегее помчались кого-нибудь где-нибудь соблазнять, и у вас цель подменилась. Вы вместо того, чтобы девочек соблазнять, бежите с ребятами весело провести время. Ну, цель другая, результаты странные. Вы занимаетесь, собственно, не соблазнением, а тем, чтобы показать, какой вы классный. Это вот как раз-таки оно, о чем я говорю, да, что это значит. Это вот значит, когда ты там с толпой прочь. Нужно ли от этого отказываться совсем? Нет, не нужно. Да, то есть, если вы от этого совсем откажетесь, от таких отработок, вы никогда не научитесь. Но просто, чтобы вы понимали, что если у вас подменена цель, то не надо потом расстраиваться от того, что вы там не соблазнили женщину. Вы должны отдавать себе отчет, что, а, ну, у меня была другая цель, я ее достиг, все классно, я отработал, я теперь знаю, как это работает. Когда по-настоящему будет штырищая девочка, я буду знать, что с этим делать. Невозможно, к сожалению, без отработки чему-то научиться. Вы всему всегда учились, да, то есть, вот, практически. Поэтому это нормально отрабатывать какие-то навыки на живых неподставных людях, женщинах и прочее. Ну, просто не надо там тогда расстраиваться, и понимаете, почему оно не сработало. Потому что цель была другая. Цель была другая, достиг другой цели. Был вопрос у тебя? Да, вот ты начала говорить, когда мужчина красоваться начинает и подменяется, когда этот момент надо гнать от себя, он негативный как-то, или что с этим делать? То, что он раппорту не способствует. Он не способствует раппорту, точно. А, вопрос заключается в том, что является ли самолюбование, самокрасование негативным для раппорта, и вообще является ли негативным. Это два вопроса. Для раппорта это точно является негативным. Причем в любом, как в бизнес-эропорте, так и в соблазняющем раппорте. Самое плохое, что делают люди в бизнес-эропорте, это пытаются показать, какие они классные. Вот, оно там прям совсем плохо работает. В соблазнении девочки, да, это тоже является не очень хорошо, особенно если ты хочешь соблазнить девочку хорошего, высокого уровня. Потому что этот, так сказать, танец за ее счет ей может не понравиться. Все-таки, если вы находите хороших девушек, хороших, да, там, девочек, они, скорее всего, захотят обоюдности. Не ее выставление как принцессы. Давайте так, сразу скажу, выставление женщины как принцессы, вот это вот, как фарфоровые куколки, плохая затея. Отказывается от своих целей, убеждений, желаний, радостей и прочее. Для женщины и ради женщины постоянно это плохая идея. Они, ну, то есть этого не ценит никто, ни женщины, ни мужчины. Как только вы начинаете сами себя запрещать себе быть счастливым, как только вы начинаете сами от себя что-то убирать, то вы понижаете себя, и человек, в общем-то, не будет вас тоже ценить. Вот, но, да, если у вас есть цель соблазнения, самолюбование и самокорресование может не всегда сработать. Есть модель приза, никто ее не отменял. Да, там, создать себе значимость, создать красоту у себя и прочее. Но модель приза, на самом деле, хорошая модель приза, она идет не на том, что человек сам собой любуется. Он любуется игрой, которую за него повезет женщины. Он в этот момент, он очень включен в этих женщин. Он очень включен в этот процесс. Он всячески им там подливает эмоции. Он их как-то в том числе дергает, троллит, смешит, друг с другом сталкивает и прочее. Он очень включен в этот процесс. А если он начинает заниматься самолюбованием, то, скорее всего, он в какой-то момент просто заметит, что они там подружились и ушли уже без него. Да, он такой все сидит красивый, все еще с собой любуется. Уже никто больше им не любуется, но он все еще сидит с собой любуется. Помним о том, что рэплэд это всегда обоюдная штука. То есть, если вы заходите, там нужно не забывать про второго игрока. Оно не бывает по-другому. У нас есть с вами несколько кругов рэпорта, несколько кругов доступа и несколько уровней рэпорта. Давайте так. Во-первых, чем дольше вы знакомы с человеком, тем выше у него уровень рэпорта. То есть, сам по себе, даже если вы ничего не устанавливаете, если вы долго общаетесь с человеком и не размахиваете перед ним топором, то он начинает плавно вам доверять. Если он от вас все еще не сбежал, то ему даже становится с вами немножко интересно. У вас, скорее всего, есть такие знакомые, с которыми вы очень давно знакомы, но не очень их любите, но очень давно знакомы. У всех есть такие, все представляют себе. Да, сами на чай такого человека не позовете. Но тут, например, получается ситуация, когда вы приходите на какое-нибудь мероприятие, где очень много незнакомых людей, и тут вы видите его, этого вашего малого знакомого. Представляете, да, себе? О, дружище, как давно я тебя не видел, как хорошо, что ты пришел, самый лучший человек на свете в этот момент. Именно просто потому, что на линии времени он с вами давно-давно. Вот, у нас есть минусовой, как это неудивительно рэпорта, это если вы выглядите странно, неадекватно, непрезентабельно, неприятно и прочее. Да, и момент, вас человек видит, вас девочка видит, и у него вначале плохое, а у вас мнение. Так бывает. Вы не выспались ни в адеквате, слишком радостный. Да, то есть тоже у нас есть социальные рамки того, насколько ты можешь быть радостным в той или иной ситуации. Вот, не очень люблю за это Москву, потому что, когда просто ты ходишь по Москве, улыбаясь, люди от тебя временами шарахаются. Вот. Ну, бывает тут такое, да, то есть... Нет? В основе в метро нет. Да, то есть я это замечала только в Москве в метро. Вот, то есть там все после рабочего дня такие, и ты стоишь, музыка, слушаешь, просто легкая улыбка навеса. И прямо видно, как люди сканируют, сканируют. Так, ну, это у нее такое с лицом, да как это называется? Вот. Здесь у нас как раз таки, да, если вы вдруг не приглянулись, есть состояние минусового авиапоэта. Также минусового авиапоэта бывает, когда о вас что-то изначально знает девочка плохое. Да, так называемый предварительный фавиум, который был не в вашу пользу. О вас рассказали какую-нибудь гадость. Да, вы вначале встречаете девушку, вот, потом, если вы вложите туда время и не будете, в общем-то, делать никаких жестких движений, то вы плавненько-плавненько перейдете в состояние и разряд человека, с которым хорошо и можно общаться. Но здесь у нас есть несколько уровней. Первый уровень – это знакомый. Да, то есть знакомый, с которым, ну, можно, наверное, кофе попить. И то на улице. Ну, чтобы сбежать, если что, можно было всегда в любом направлении сказать «О, очень важное дело» и побежал. Вот. Либо же там знакомый через знакомых, на какие-то такие общие тусовки и прочее. На этом уровне хорошо, можно и нужно заходить, если у вас есть цель соблазнения. На этом уровне уже пора сообщать о том, что вообще-то ты собираешься ее соблазнить. И вот здесь как раз-таки соблазнение происходит через кинестетику. Частое вот расхождение именно здесь происходит, когда вы, начиная знакомство, забываете о кинестетике и уходите в фэринг-зону. То есть клевый, интересный чувак, с которым можно классно потусить, но не более того. Здесь нам нужна кинестетика социально адекватного уровня. Социально адекватный уровень – это руки, плечи. Здесь очень хорошо нам приходит на помощь этикет. Быть галантным – это очень большой плюс для соблазнения. Весь этикет по отношению к женщине направлен на то, что в принципе предполагается, что если ты как-то взаимодействуешь с женщиной, то это та самая женщина, которую ты будешь трахать. Потому что когда этикет придумывался, он на это затачивался. Какие-то незнакомые женщины не попадались тебе под руку. И там он как раз-таки нацелен на то, что это точно секс. Приоткрыть дверь, подать руку, подать пальто, придвинуть стул, помочь подняться, помочь присесть, что-нибудь еще – это все очень хорошие, адекватные штуки, несложные на самом деле, которые очень быстро вводят вас точно в состояние того, что секс будет. Если вы этого не делаете, если мужчина женщину не трогает, то женщина считает, что она этому мужчине неинтересна совсем. То есть как сексуальный объект, она его не интересует. Тогда он ее не трогает, потому что она бесполая, он бесполый, нет никакого контакта. Очень плохая история сейчас пошла о том, что типа женщины, мужчины равноправие и прочее – это бред. И если вы хотите соблазнять, и в том числе, если вы хотите соблазнять много, классно, весело, красиво и прочее, не забывайте о том, что это вообще неравные существа. Да, прям совсем. И тогда это возможно. Если вы заходите в коммуникацию, считая, что женщина такой же равноправный человек, как и вы, ну, там начинаются проблемы. И это очень часто есть именно в вашей невербалике. Вы подходите к человеку или вы подходите к женщине. Снова к вопросу о цели. Прежде чем подходить, поймите, к кому вы идете. Это разные подходы. Вопросы? Жалобы на режим предложения? Нет. Хорошо. Едем дальше. Да, то есть здесь у нас есть обязательно вот это состояние того, что, увидев, женщина является точно слабее вас, и это ваша, как бы, пресуппозиция. Следовательно, она, ей нужно помогать. Помогать ей, проще всего, какими бы то ни было физическими жестами. Это очень сильно повышает доверие к вам, как к мужчине. Это очень сильно повышает вас, как самца в окружающей реальности. Да, можно закрыть окошко, потому что я... Думаю, как ты там... Я стоически, я стоически... Позаботились, спасибо. Вот, да, то есть здесь это очень важный такой момент, с которым мы обязательно, с которым обязательно заходим в этот... Все эти рассказы о том, что, ну, она там такая же, как и я. Себе подобных не едут. Вот, если у вас все хорошо с ориентацией, вот. А во всех остальных ситуациях женщина считается более слабым существом. И вот именно на этапе знакомства чаще всего и происходят все ошибки, соблазнения. Там случаются проблемы. Следующий уровень, да, у нас идет сближение. И тут уже вот как раз-таки это уровень любовников. Это уровень любовников, это уровень встречания и прочее. Да, кстати, сразу не бывает отношений без секса. Если вдруг вам кто-то, да, если вдруг вам девушка рассказывает о том, как давай с тобой встречаться месяца через трим, и обязательно у нас будет секс, это какая-то странная история. Вот, особенно на данный момент. Баранов готовить не нужно, да, то есть там три месяца подготавливать приданное ей тоже не нужно, поэтому зачем и что это такое, непонятно. Да, в этом случае вы становитесь тем самым падаваном. Не бывает по-другому на данный момент. Да? Падаван – это человек, который выполняет очень важные и нужные поручения и за это имеет благодарность. Благодарность в виде «Спасибо, ты мне так помог». Ну, то есть падаван изначально – это подмастерье. Подмастерье – это человек, который бесплатно выполняет какие-нибудь нужные поручения мастеру. Падаван, ты со «Звездных войн» пошел термин? Я не знаю. Так глубоко я не копала. Слушай, ну, возможно, я не знаю, как насчет «Звездных войн», честно говоря. Я точно знаю, что просто человек, который тебе подает всегда патроны, да, в общем-то, и ну и все. Вот у меня где-то так это объясняется. Возможно, это из «Звездных войн». Я не смотрела, поэтому тут я не скажу. Прошу прощения. Вот. Смотрите, да, то есть у нас идет стадия следующая после знакомства. Вы уходите либо в любовники, либо вы уходите в друзья. То есть вот отсюда можно либо друзья. Но друзья не друзья, лучшие друзья. А вот, ну, именно подаван. Короче, сексом и без секса. Да. Сексом и без секса. То есть вас точно так же нагружают просьбами о том, что, ну, она же слабенькая, ей нужна помощь, передвинуть мебель, починить компьютер и прочее. Но секса с вами не будет. Здесь можно ли из этого выйти? Да, можно. Но сложно. Выйти снова через киностетику. Выход снова здесь идет через киностетику. Смотрите, очень важный момент, да, то есть который есть. Вот на этапе знакомства, если мы говорим именно о формате соблазнения, вы показываете, что вы сильней, умней, решаете, что будет дальше, и вы являетесь, собственно говоря, ведущим вообще происходящего процесса. Если же мы говорим о бизнес-контексте, и вот там вы, и на этом этапе знакомства, вы не можете себе позволить слабость. Вот она непозволительна. При этом, если мы берем бизнес-контекст, то там как раз-таки требуется показать небольшую слабость. Поясню. Вот, поясняю. Очень часто у нас сейчас в переговорах и прочем рассказывают, что в бизнесе ты должен быть такой весь сильный, страшный, накачанный, всех напугать, что все боялись. Чаще всего это приводит к конкуренции, чаще всего это приводит к столкновениям и к каким-то проблемам. И плюс, если к вам приходит ваш собеседник, оппонент на переговоры и видит, какой вы идеальный, сильный и страшный, что он начинает делать? Он начинает бояться и он начинает защищаться. Да, то есть он у него как бы срабатывает. Как только человек начинает бояться, у него вырабатывается адреналин и он начинает защищаться. И он начинает вести себя сильно агрессивнее, чем он до этого собирался. Есть очень хорошее правило в переговорах. Всегда позволяйте вашему оппоненту остаться при своем лице. Не загоняйте оппонента в угол. Загнанный человек в угол становится непредсказуемым. То есть что дальше там произойдет, вы не можете предсказать. Когда у него становится слишком ему страшно, он начинает, ну, как фугас. Но тогда это же показывает именно такой человек. Просто обращается в слабость давать, именно находить какую-то слабую сторону, и что-то не знает. И рассказывает, как ты ведешь себя, что он начинает нервничать. И ты ему не говоришь. Ведешь, ведешь, человек начинает раскрываться. Ты давишь до конца. Потом объясняешь. Ну, а почему нельзя было тогда сделать? Почему вы этого не делали? А он боится сказать, что это моя недоработка. Если говорит или не говорит. Человек боится сказать, что это его недоработка в случае того, если ты его обвиняешь. И он вместо того, чтобы решать... Подводишь. Вместо того, чтобы решать ситуацию и проблему и находить компромиссы, человек защищается. Вот, он показывает свое лицо. Зачем тебе его лицо? Тебе нужно с ним договориться. Тебе бизнес с ним нужно делать. Зачем тебе его лицо? А, я тебя умоляю. Ты должен знать всегда, заходя в любую коммуникацию, ты должен знать всегда, что перед тобой человек, который будет делать все для того, чтобы отстаивать свои интересы. Это его право. Это про продажи сейчас делаешь? Это по любую коммуникацию. Ну, не знаю. Либо по твоей жизни и не идут с моей стороны. Так вот ты выясняешь, пробиваешь человека, до конца, либо устраиваешь. Ну, ты готов с ним попрощаться. Так. Либо ты уже с чем-то заинтересован. И тебе нужно любой ценой цель добиться. Так. Что-то получить. Тогда ты уже идешь более гибким путем. Ну, вот я так разделяю. Да. Очень мужской подход, не спорю. Окей. Сил, правда, приходится тратить там сильно больше. Но результат сильно выше. Хорошо. Да, хорошо. Я согласна. Если у тебя так оно работает, я согласна. Я не буду тебе это никак менять. Возможно, возможно, ты попробуешь как-нибудь по-другому и что-нибудь изменится. Когда вы задавливаете человека, он начинает скрывать от вас больше, чем он мог бы вам сказать, если бы он считал вас безопасным и он считал бы вас дружелюбным. Поэтому здесь есть такой прием на переговорах это быть немножко не в порядке. То есть, приходя там на первую встречу с мужчиной, с человеком, именно бизнесовой, да, сейчас контекст для сравнения, вы можете показать, что вы там что-то забыли, что-то не взяли. Чуть-чуть. Немного. И он такой «А, ну, господи, ландыш пришел серебристый, можно больше уже вообще ни о чем не переживать». И люди в этот момент расслабляются. И вот тогда они начинают ошибаться. Потому что, когда вы его напугали, он каждый свой шаг максимально придумывает, он нервничает, он «Вы получаете что-то из разряда, мне надо подумать, нужно там потом согласовать и прочее». Он уходит на третий ранг, на пятый ранг и прочее. А если он знает, что вы ландыш серебристый, и вы безопасный, он соглашается, потому что, ну, вы же не можете представлять для него угрозу. Вот. В бизнес-процессе есть такой прием. Это вот такое использование. У нас оно плохо пропагандируется, да, то есть у нас оно редко используется, потому что нам страшно, что мы сейчас покажем слабость, а потом не сможем это. Вы показываете слабость только при условии того, что вы сильный, профессиональный и молодец. Это слабость, но подожди, мне поясни немножко, то есть у меня есть понятие профессионализма, да, есть некоторые вещи, которые туда входят, это, ну, понятно, да, это пунктуальность, там, туда-сюда и так далее. В этой сфере, то есть не он показывает слабость или лучше другую? С пунктуальностью я бы не стала, потому что достаточно часто люди считают пунктуальность, да, то есть не пунктуальность именно личным оскорблением. Су сто процентов нет, а на лице вам профессионализм здесь допустимо, не потеряешь и ты немного баллов по восприятию профессионала тебя или это лучше какому-то... Немножечко потеряешь. Или это лучше сделать более в личном контексте? Там, смотри, можно сделать в личном контексте, да, это всегда гораздо проще. Выучку забыла, там, я не знаю, воды дайте, пожалуйста, то есть это вот какая-то такая личная, но можно немножечко и в профессионализме, немного, да, то есть это не прямо вы, да-да-да, и слюна у вас капает, вот, нет, вы нормальный, в общем-то, профессионал, но что-то вы... Вот чем отличается профессионал от непрофессионала, знаете? Профессионал может признаться в том, что он чего-то не знает. Непрофессионал, начинающий этот, он все всегда знает, у него на все всегда есть ответ, он прям не может себе это позволить. Это прям очень четкая граница профессионализма. Человек может сказать, не знаю, окей, да, там, хорошо, вы лучше это знаете, давайте так. Вот, это во-первых. Во-вторых, когда вы приходите на любую встречу, каким бы вы профессионалом не были, пока вы не установили работ, и пока человек сам вас честно не признал профессионалом, увидев вас это, он вас все еще считает непрофессионалом. Ну, вы, скорее всего, с этим сталкивались. Ну, вы же профессионал, скажите мне, как нужно это сделать. Ну, нужно это сделать вот так, вот так, вот так. Нет. Я хочу, чтобы вы это сделали по-другому, потому что я вам не верю. Да? Там, к врачу вы приходите, к врачу вам, вот это нужно лечить таким способом. Пойду-ка я загуглю. Просто потому, что человек начал вас давить своей экспертностью раньше, чем вы поверили ему как человеку. Вот. Это если мы берем бизнес-контекст. Там можно и нужно показать немножечко слабости. При этом, самая большая ошибка заключается в том, что в бизнес-контексте мы сразу пытаемся кидаться и доказывать, какие мы крутые. А вот там, где нельзя показывать как раз-таки свою слабость, да, вот мужчине нельзя показывать при соблазнении женщины свою слабость. Нельзя. Уровень, когда вы можете показать женщине свою слабость, это уже даже не любовники, это отношения. Это отношения, это семья и прочее. Да, вот там вы тоже человек, вы тоже плачете, у вас тоже может что-то болеть, у вас тоже что-то может не работать. Либо же вы друг, да, ну там вы ходите к ней поныть, она ходит к вам поныть, да, вы берете мороженку и такие друг с другом сидите в пледиках, ноете друг к другу. А что происходит к слабости во время соблазнения? Ну что можно назвать слабостью? Ну давай мы поступим как ты хочешь. А тебе вот тут комфортно или хочешь, мы перейдем в другое место. Мужчинам сказали, что это важно, интересоваться мнением женщины о том, что происходит и учитывать ее мнение. и что это типа хорошо. Не верьте, это плохо. Женщины нервничают, когда, особенно на первом свидании, ей начинают задавать слишком много вопросов, перекладывать на нее ответственность и хотеть таким способом, чтобы она что-то там решила. Женщина вообще не хочет, она хочет платье, она не хочет ничего решать. Если вы ее вызываете не в профессиональном плане, женщины могут быть жесткими максимально в профессиональном плане. Вообще сталь. но если вы ее позвали как женщину, то она, да, и единороги прыгают с радугой, не надо ей пытаться вернуть ответственность, вы ей возвращаете ответственность, она ей говорит, а, поняла, ладно, на, взяли ответственность, потащили, взяли там это, и тогда она уже решает, будет секс, не будет секса, когда вы пойдете, куда вы пойдете, сколько денег вы на нее потратите, сколько вы не потратите. Как только вы хоть немножко вернули ответственность женщине в соблазнении, все. Она спрашивает, а, да, точно, 21 век, я же все решаю. Ну, пошла решать. Чего там решает? Зачем она это решает? Она сама не знает. Но решает. Отчаянно. Поэтому, если вы уже взялись соблазнять, то давайте, короче, это ваша ответственность, и вы там себе ее ведете. Ну, то есть, ты принц, здесь королевич, и ты все решаешь себе по-твоему. А вот оно, как раз к доверию и интересу. Ну, то есть, если вы решаете, то вы показываете ей мир. Вы показываете свои привычки, вы показываете свое окружение, вы показываете свои ценности, и она в них погружается. Вот, при этом вы ее ведете за ручку, да, и она такая, бабочки, цветочки, все хорошо. Вы получаете себе нормальную женщину. Если вы хотите себе, собственно говоря, кого-нибудь, с кем постоянно спарринговаться и доказывать, кто здесь круче, мощнее и интереснее, каждый, конечно, страдает по-своему, да, там, у каждого свои извращения, я все понимаю, но тогда это немножко другая штука. Там включается бизнесовое соблазнение. То есть, бизнес-соблазнение тоже бывает. Да, такой там, ты, чувак, я поняла, ты можешь предоставить вот это, я могу предоставить вагину и вот это, давай, подписали контракт, молодцом, погнали. Есть такой способ соблазнения, есть такой уровень соблазнения, да, и там, когда вы заходите на поляну 33-35+, то вы там можете очень часто находить именно вот такой способ, потому что, ну, ей некогда сидеть и надеяться, что вы сейчас возьмете на себя ответственность и единового покажете, да, она не верит, времени у нее нет. Так тоже бывает. Но тогда, да, то есть, это там соблазнение, которое не принесет вам вот этого состояния, там, мужественности личного и прочего. Хорошо, удобно, ну, там, каждый выбирает по себе. Да. А вот, скажем так, если ты на порту, ну, ты тут мужественность где-то проебал, да, вот на поле, то, соответственно, потом это можно восстановить, как-то на верстать, или это придется все равно через тернию? Через тернию, естественно, придется, да, то есть, если вы что-то повеебали, как всегда, да, если ты что-то потерял, если ты что-то пропустил, потом это приходится всегда восстанавливать в твердом. Как любое знание, если вы внизу забыли положить пять кирпичей, то вам потом придется, ну, прям постараться, чтобы их туда запихать. Но можно. Да, можно. Вот. Там придется учитывать, во-первых, да, то есть первое, что вы должны сделать сами для себя, это честно признаться, что вы вот там уже ошиблись. Это раз. То есть не пытаться придумать себе объяснение, я хотел как лучше, я там еще чего-нибудь, это, да, то есть вот это вот отмазки, короче. Отмазок там не должно быть хотя бы перед самим собой. Вы понимаете, что вы там накосячили. После этого вы взаимодействуя с женщиной, готовы к тому, что как только вы попытаетесь ей сказать, я мужик, я тут решаю, она тебе скажет, я помню, как ты там вот там вот решал. Но вы уже сами признали, что да, там была ваша ошибка, поэтому говоришь, ну да. И вот это как раз таки ваша точка силы. Если вы начинаете говорить, а ты сама, да я вообще не это имел в виду, и порочее. Становится, понятно, что вы не мужчина, там жесткий, четкий в своих словах, а такая жидкая субстанция, которая сейчас пытается отмазаться. Вот если вы жидкая субстанция, то она сейчас передаст тебе эту ответственность, она сейчас тебе доверится, но ты же жидкая субстанция, поэтому ты можешь и утечь. Поэтому она не очень доверится. Да, поэтому если вы где-то что-то упустили, то для начала мы признаем это сами для себя. Потом взаимодействуя, да, в общем-то с ней, мы имеем и знаем, что она нас в это тыкнет. Женщины злопамятные существа, да, то есть они такие мелочные и злопамятные. Но снова, потому что они много всего замечают. Вы даже могли не знать о том, что она заметила, а она заметила. Но потом последовательно. То есть дальше тебе, чтобы это вернуть, придется быть очень последовательным и очень четким. То есть четче, чем ты был бы, если бы ты так не накосячил. Еще более жестким в своих решениях. Это не означает, что женщину за волосы и в пещеру. Да, давайте вот здесь перегибов, чтобы не было. А, кстати, вот по поводу перегибов, насколько они видны, или все-таки это полезно там чихануть, ну, во-первых, вот это вот психануть, я вообще не очень понимаю, да, то есть у мужчины вот это вот, ааа, сама Дура, да, то есть я видела когда-то в жизни, как ругаются два гея, да, там это было адекватно. Вот, ну, то есть вот прямо, да, это была картина маслом, мы все тогда посмеялись, сидели как раз-таки два таких, причем один такой большой, вот серьезный, а второй маленький, худенький, длинненький такой вот, и этот худенький подскакивает, и этому большому орет, дура, тот ему, пидор, пойди подачи на все же мальчика, и убегает, да, то есть мы сидели все в кафе, и мы такие, о, да, вот, в этой ситуации я понимаю психанул, да, ну, это нормально, прям полноценно психанул, вот, во всех остальных ситуациях я не понимаю, ну, то есть мужчина психанул, это не очень. Мужчине могло не понравиться поведение, и поэтому он, собственно говоря, против, я понимаю, но оно по-другому делается, да, то есть там скорее включается просто максимальное спокойствие, ну, так да, вот, а закатить истерику и скандал, ну, нет, это другое состояние. Ну, это тоже эмоции. Да? Ну, нет. Не надо с ними, ребятки, не надо с ними бороться, их нужно уметь контролировать. Давайте так, истерика это всегда отсутствие контроля, а если ты что-то не контролируешь, если ты не что-то не контролируешь, если ты себя не контролируешь, то как ты можешь вообще жизнь в округе своей контролировать, как ты можешь быть там что-то решающим, да, вот тогда в этот момент доверие к тебе падает, потому что становится непонятно, А в какой момент ты в следующий раз психанёшь? И как эта истерика Выглядеть будет в следующий раз? А как же вот это? Ближе, дальше Ближе, дальше Делается не в истерике Нет, но если ты контролируешь, ты специально его вызываешь И как-то находишь какие-то моменты На что надавить Вызываешь истерику у себя Ближе, дальше Не работает в истерике Ребят, как только вы... Есть косяк Проблема есть у нас такая Эмоции очень сложно контролировать С одной стороны, с другой стороны Если, да, то есть это вот такая штука Сложная Но их можно не дать им дальше развиться Вот саму по себе эмоцию Вы не можете проконтролировать Она всё равно выскочит Единственное для нас плюс Заключается в том, что эмоции семь И ни одна из них не является истерикой Ну, то есть там Страх, гнев, удивление, отвощение Презрение, радость А, интерес Да, то есть вот она Семех А, печаль Прешу прощения, да, не интерес Это же любопытство уже как раз было Вот, печаль Ни одна из них не является истерикой Да, и поэтому максимум твоей истерики Это презрение или отвращение К женщине и к её поведению Может у тебя пораскочить Она очень сильная, да То есть если ты дашь эту эмоцию Она там буквально секундная Но её будет достаточно Женщина её точно считает Вот, это максимум истерики Которая адекватна в соблазнении от мужчины Вот, это во-первых Во-вторых, если вы начинаете в себе Вот эту вот истерику вызывать Есть косяк в том, что вы Потом, вначале вы её вызывали А потом уже вызывает она вас И вы её перестаёте контролировать Вы начинаете верить в то, что вы там наистерили Вы начинаете из этого куда-то дальше идти И прочее И всё, дальше и дальше уходите от мужчины В сторону женщины Ну, всё Вот прям сдерживать и ходить всегда Я суровый, я нейтральный, не надо Вот, но истерики устраивать точно не оно Женская эмоция Да Ну, то есть, вот это вот Это не значит, что мужчины не плачут Я прям сильно против Мужчины плачут, и это нормально Но просто мужчины не плачут Вот это Вот так вот не плачут То есть, так плачут женщины, и это нормально Может, давай как-то по-другому Нет, это истерика Нормально, это истерика Мы правильно всё поняли Это истерика, не надо Смотри, я спокойно телефон разбил Да Слушай, а на самом деле Спокойно телефон разбил Я не понимаю, зачем вообще Пойтись хорошие вещи Ну и тарелка, ну условно Я не понимаю, зачем Пойтись хорошие вещи Тарелка тоже хорошая вещь Зачем? Ну как просто показать Стой, стой Оп, оп, оп Нет, подожди Стукнуть Во-первых, это низко Давайте начнём с этого То есть, мы как раз с вами начали о том Да, что женщина слабее И пугать её физически Вообще никак к доверию и интересу не ведёт И вообще это, ну, как-то подлинько Ну давайте так Удар любого мужчины По любой женщине Ну если она не является там боксёром Кикбоксёром и привычной к удару Скорее всего её вырубит Это не честно, да Поэтому ломание чего-то Разбивание Произведение громких звуков И прочее Тебе что, внутренней силы не хватает Чтобы метасообщением, собственно говоря Показать, что ты недоволен Женщине это просто страх даст И всё Да, это только даст страх И это только уменьшит доверие Вам нельзя Ну то есть, хорошо, ладно Ты сейчас разбил тарелку А завтра ты психанёшь сильнее И что, это она будет вместо тарелки Да, вот поселить страх очень легко Поселить страх в женщине, мужчине Очень легко Вытащить его потом невозможно никогда Да, и не надо этого делать Не надо пугать женщин физической расправой Они ничем хорошим Вам за это нет Ровно в тот момент Когда вы начинаете пугать женщину Физической расправой Она получает возможность Защищать себя любым способом И искать себе любое другое безопасное место Вы ей даёте в этот момент Священное эволюционное право Не ставить вас больше ни во что Всё А как же бьёт, значит любит Из той же серии, да Что пить за здоровье И трахаться за детственность Туда же, да Так, да Вопросы возникли, да Это прекрасно Да, не уловил суть Вот про показать слабость Вот допустим А если вдруг девушка проявляет инициативу Например там А пойдём-ка завтра в театр Да И я соглашаюсь Веду её Ну, честно Да Живляется ли это проявление слабости? Нет Это не является проявлением слабости То есть инициатива это хорошо Очень есть там важные моменты По поводу выстраивания отношений Правда, это уже прям выстраивание отношений Давайте так Это не прямо соблазнение А при соблазнении Есть там очень важных два пункта Это один из пунктов Заботиться о женщине Прям важно-важно Да Какие-то мелочи Это не означает скупить ей весь магазин Это значит привезти ей вкусную Её любимую пирожку Один раз когда-нибудь Среди бури и метели Она вам запомнит эту пирожку Гораздо больше, чем вы привезёте На день рождения Её огромный букет Вот Это во-первых А во-вторых, там есть второй пункт Позволять заботиться о себе Если женщина хочет о вас позаботиться Пожалуйста, не мешайте ей В этом важном начинании Она хочет вам приготовить завтрак Встав в 6 утра Потому что вы идёте на пробежку Не надо её отговаривать Её нужно будет начать отговаривать Равно в тот момент, когда вы увидите Что это вошло у вас в привычку И вы считаете, что она обязана вам готовить этот завтрак в 6 утра Вот тогда пора себя остановить и её остановить Потому что там начинаются проблемы А если она проявила инициативу, заботу, радость И вкладывает какие-то свои силы и знания в ваши отношения И какое-то увеселение и прочее И она не сидит на подушечке Всё, весели меня Вот я теперь буду тут сидеть Такая, а ты меня всегда веселее Прекрасно, конечно, да Вот, но Но, но вот этот момент Дорогая Как ты думаешь Мы пойдём с тобой в театр, в кино Или в ресторан А может быть на футбол сходим И она такая сидит И вы прям подставили человека в этот момент Потому что она, например, знает Что вы очень хотите на футбол Но она туда не хочет Вы задали вопрос Как ты хочешь И она как бы должна от футбола точно отказаться Но тогда она прямо вас не думает И вы затаите Вы там у себя где-то внутри поставите Что она должна была выбрать у меня футбол Она его не выбрала Она меня не любит Я её не люблю Столько проблем из-за этого начинается всегда Хотите на футбол? Скажите, идём на футбол Вот, да То есть Если предлагает И если это не идёт в разрез С вашими целями С вашими возможностями И с вашими планами Вы можете согласиться Конечно, хорошо, отлично Она проявила инициативу И даже если это будет занудство Да, и театр вы не очень любите Но она вас не таскает в театр каждый день Да, и это там раз за три года А пойдём в театр Возьмите, сходите в театр Чего вы там сидите Может, там что-то интересное покажут Здесь просто это Знаете, как это Вообще советскому человеку плохо давать выбор А мы все с вами советские люди, дети Даже если вы сами родились уже после того, как Союз развалился Вас воспитывали люди из Советского Союза Если вам даже дать выбор Больше трёх Вы начинаете нервничать А у женщины, ну там ещё и включается Необходимость высчитывать А что я должна тут ответить А как это там дальше сработает И прочее Не надо Особенно на начальных этапах соблазнения Прям совсем не надо Вы выбираете, куда вы идёте Вы выбираете, куда вы едете Вы выбираете, когда вы придёте Да У меня как раз вопрос на эту тему Давай Вот смотри Допустим, познакомился И первый звонок Поэтому, что уровень аэропорта Он небольшой Ну там где-то начальный И ты решаешь Ты предлагаешь Встретиться в Кузьминках Так Ну, а в большинстве случаев Это прокатывает Да Выпадаются такие, которые Нет, я привыкла Что за мной заезжают Там В мытищи какие-нибудь И всё И я на другое не согласна И никак Ты начинаешь опять своё продавливать Там, ну там, сиди пикаперски раскидываешь Но бывает так, что вы В итоге вот как бы Расходитесь Каждую свою сторону И соответственно Чем больше ты, типа, решаешь и давишь Тем Сиди разрываешь опор Да? Тебе нужно в мытищи ехать Я не хочу ехать Ну и не еть в мытищи Ну и я с ним Она же не последняя И не единственная Ну то есть, понимаешь, как Вот, ребят, смотрите Какая штука Если она для вас Последняя и единственная Ты не только хочешь ехать в мытище Ты уже прям едешь В этот момент в мытище Ты уже вообще там переехал И у тебя квартира там неподалёку Чтобы можно было Мимо прогуливаясь Её встретить Не знаю, да То есть, у кого были Не были, да То есть, ну вот Когда у вас бабочки в животе И она вот прямо вот супер потрясающая Мытищи Вообще не вопрос Хоть Волгоград Похеру А если у тебя стадёт вопрос о том Мытищи Не Значит, не Зачем? Ну то есть, хорошо Она тебя Давай 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 Если я вот позвоню Типа я решаю Да Вот И тут вот она свою линию продавливает Да Если я в итоге поеду Да То я же уже То дальше ты будешь подаваном Да Да Вот как бы Все Поэтому и не едь Ну то есть, если она Стой, стой, стой Смотри Смотри Можно прямо сильно сэкономить На собственном времени И ресурсах Потому что Если вы При соблазнении Женщины Предлагаете ей Вторую встречу Где-то Да То есть И это И там нет адекватного объяснения Ну то есть Вы, например, говорите Мы пойдём с тобой Там, я не знаю В кофешоп Который находится там-то Она говорит Слушай Я к этому времени не успею Потому что А если ты хочешь в кофешоп Он находится прямо у меня под работой Куда я успею Ну вот там На две остановки дальше Давай ты туда приедешь Это предложение Альтернативы Во-первых Во-вторых Это не попытка тебя поражать И не попытка проверить Насколько ты мягенький И сколько из тебя можно ресурсов вытащить Да, просто потому что Ты соглашаешься Да, там Наличие у неё вагины Важнее, чем твои интересы Вот То тогда, собственно говоря Если вот девочка предлагает Нормальную альтернативу Просто говорит Слушай, я там терпеть не могу Например, вот вы говорите Мы идём туда Она говорит Я не могу там находиться Мне там плохо Страшно Ужасно Я там подралась с Байменом Меня туда не пускают Фейс контроль И прочее Давай, пожалуйста Вот туда пойдём И вы понимаете Что в принципе для вас это не напряжно И для вас это ничего не решает Вы можете согласиться Короче, альтернатива встречается в центре Если да, да Нет Вот А если она тебя давит Если ты продавишься Ты просто потратишь своё время Я прям убеждена Ну давайте вы вспомните свой опыт Когда вас девочка так продавливала Вы продавились Потом приехали И чё? Ну Либо это нескончаемый Потом ЛМР Вы её в конечном итоге поражали Конечно Ну и секс был так себе И девочка так себе И настроение Это такое состояние Ты думаешь Господи Да зачем я вообще в это ввязался Какая дрянь И вам противно Да То есть И я вот ради этого поступился И вы к девочке К этой сильно хуже относитесь Вы трахали её в наказание За то, чтобы вы в эти мытищи, блять Приехали Да То есть И Собственно говоря И девочка вас не очень ценит И вам от этого всё время Пока вы с ней общаетесь Плохо Ничего хорошего Чаще всего от этого не бывает Поэтому Зачем? А чем она тогда Уёблась? Ну она принцесса На пять копеек дороже Просто ей сказать Что она принцесса Она принцесса Есть у моего папы Любимое выражение Бабы дури Не потому что дури А потому что бабы Вот Так бывает Бывает так Что ей сказали Что если она не выделывается То она плохая То она сразу на всё согласилась То она отчаянно ищет себе мужика То она значит никому не нужна И прочее Там очень много может быть тараканов Дихлофосом не всех возьмёшь Тараканов много Как у мальчиков Так и у девочек У девочек очень много Социальных ограничений О том какая она должна быть Да то есть Вот возьмите сейчас Среднестатистический Какой это там Портрет женщины Какая она должна быть Ну это же Шандарахнуться можно Она должна быть Активной Яркой Сексуальной Профессиональной Умной Скромной Тихой Домашней Хорошо готовить Любить детей С отличной фигурой Прекрасно трахаться При этом никогда Ни с кем не трахаться Она должна Всё решать сама Она Потому что она же Не обузы И она же целый человек Она должна Личность Она там сама Должна всё решать Но очень плохо Когда она всё решает И лезет везде Со своими советами Ну это шизофрения В чистом виде Да И вот эта шизофрения В чистом виде Ну как бы Насыпается Нескончаем Будь красивой Яркой Сексуальной Но не показывай Что-то такое Как это тогда делается Будь умной Но не сильно Прикидывайся Вот это вот И оно даёт Вот эту беду Снова Опять Если там нету Доверия к вам Если вы Не довызвали доверие И девочка Не может быть Просто-напросто Себе Счастливым Полноценным Открытым человеком Она начинает Выдавать вам Вот эту шаблонную хрень Ну а вы пытаетесь С этим как-то Разволиться Да Давай Ездить в мытище Просто вот совет Первый шаг Допустим Ну а ступился Вот тебе надо С ней да Встретиться И первый шаг Он делает Уступку То всё Ты проиграл Изначально Ты можешь Приехав Навстречу Сказать Я Да то есть Мой подарок Тебе То что я приехал К тебе в мытище А где мой подарочек И пускай Она дальше Уже Ну тогда Грубо говоря Я тебе Ты мне Вот я Это Да то есть Это не Само собой Разумеющееся Я не водитель Вот Ну тут тоже Момент Да Если ты едешь На метро Зачем-то туда За ней Я не знаю Чтобы за руку Её тоже До метро Довести И фиг его знает Мытищий не мой район Поэтому Оставим его Вот да То есть То Ну как бы Это плохая история Если ты на машине Да И ты назначаешь Встречу На какое-нибудь Не очень адекватное время Вечернее И предполагаешь Что она сама Будет по мытищам Гулять Тут тоже вопрос К тебе По поводу адекватности Ну то есть Как бы Да Нет И прочее Здесь тоже Нужно оценивать Насколько это Требование Вообще адекватное Перенеси на другое время Перенеси на другое место Перенеси на другое дату Когда она будет Не в мытищах Да И всё То есть Здесь нужно понять Это требование Это просьба Позаботиться И безопасность Или это выебон Вот в твоём формате Как ты это описал Это выебон В чистом виде Да И как только Вы на него ведётесь Вы даёте что? Разрешение выебываться Вообще Люди очень Да то есть Что такое манипуляция Вообще Любая манипуляция Любая Это Это дрессировка Каждый человек Встречаясь с вами По чуть-чуть Проверяет Насколько Вас можно дрессировать За что вам нужно Дать конфетку А за что И так сами сделаете И вот этот Каждый шаг Собственно говоря Она и проверяет И если ты приехал Матиши Она дальше проверяет А что ещё можно Из тебя взять? А чего куда дальше? А как можно Это провернуть И прочее? Ну и это Не очень хорошая история Да Вопрос из чата Вопрос из чата Антон Как перевести Отрицательный рапорт Положительный Например Если девочки Передо мной Уже подошли Десять других парней Или она с чего-то решила Что я пикапер Я с чего-то С чего бы она решила Отчитывая что-то пикапер Вот Как она могла догадаться Об этом Не знаю Есть прям Да-да-да Есть парни Когда там Десять школ Там И Три Девят Примерно Проводят И Детки Бывают На взводе От этого И Пыл Жар Сразу Горят И пикапер Бывает Здесь Вариантов Несколько В Истове Тоже такое Есть Вот Учитывая Что у вас Тут В Истове Там Хотя бы Одна Школа Да И Когда Ну Понятно Что там Тоже Выжжены Поля Во все Стороны Когда Проходят Тренинги Вот Но В Москве Да Это Конечно Прям Тоже Учитывая Что Почему-то Они любят Копиться Именно В одних И тех же Местах Но Хотя Женщины Точно Знают Что Там Будут Бегать Пикаперы Они Все Рано Туда Идут Это В общем-то Тоже Повод Что С этим Делать С этим Делать Во-первых Мы Меняем Мета Сообщение И мы Меняем То Как Мы Выглядим Потому Что Все Те Десять Подбежали С Очень Четко Калибруемым Состоянием Этого Пикапера Они Бежали Отрабатывать Они Не К ней Бежали Они Бежали Отрабатывать И Да Это Вообще Обидно Ну Вообще Обидно Что На ней Что-то Отрабатывают Точно Так На всех Тренингах Мы Например Говорим Никогда Не говорите Людям На которых Вы Отрабатываете Что Вы Проходите Тренинг По Двум Причинам Первая Причина Потому Что Человек Может Начать Вам А второе Они Обижаются Ну Как Так Я же Личность Я же Человек А он Ко мне С этими Своими Инструментами Убери Инструмент Да То есть Здесь Может Быть Такая Штука Плюс Очень Просто Это Делается Реальным Интересом К этой Девочке Там Хорошо Бы Замедляться Прежде Чем Подходить К Девочке Во время Тренинга И Прочем Замедлитесь То То Не Вот Это Состояние И тогда Получается Что Правда Приходится Конвейером Бежать Вот Если Вы Собрались Идти К девочке Вспомните Про цель Что Конкретно Данная Девочка Вот Вы Ее Увидели Она Вам Понравилась Чем Она Вам Понравилась Нахрен Вы К ней Идете Отрабатывать Или Все Так Вы Идете Ее Соблазнять И Тогда Идите В Этом Состоянии Всем Женщинам Нравится Когда Их Соблазняют Но Людям Не Нравится Когда На Них Отрабатывают Поэтому Если Вы Хотите Изменить Вот Это Состояние Там Нужно Замедлиться Там Нужно Увидеть Конкретно В этой Девочке Что-то Хорошее И Есть Всегда Два Прям Вербальных Способа Первый Это Шутка Тебе Уже 15 Человек Подошли Или 20 Их Тут 25 Бегает Поэтому Смотри Аккуратно Да То есть Это Такой Выход Из Состояния Того Что Я Не С Ними Не Очень Дружественный Не Очень Компанейский Так Сказать Но Зато Выдергивающий Вас Из Этого И Там Полностью Выключается Как раз Таким Мета Сообщение Соблазнения Из Разряда Того Что Я Тебя Не Соблазнять Прибежал Мне Просто Интересно Ты Всех Моих Друзей Встретила Или Еще Не Всех То Есть Вот Так Можно Зайти В Открывашку И Вторая Открывашка Это Сочувствие То Есть Снова Там Приходится Выключать Соблазнителей То Есть Пикаперы Они Все Носятся Как раз Вот Начинающие Так Оно Выглядит Потом При Внедрении Этого Навыка Дальше Оно Скрашивается Человек Знает Зачем Он Идет Он Знает Как Он Выглядит И Прочее Вот А в Момент Он Там Больше Занят Собой Нежели Девочкой Поэтому Вот Выпасть Из Состояния Соблазнителя И Впасть В состояние Человечности Просто Заботы Заботы Да По поводу Конвейера И цели Две Разные Стратегии Тут Внутренний Момент Когда У тебя Конвейер Тебе отказали Не получилось Тебе Пофиг Конвейер Конвейер Когда Цель Тогда Значимость Простет И Тогда Если Ты Обломаешься То Очень Будет Обидно Потому Что Уже Внутренне Как Настроился Отличный Ответ Мне Начинается Зачем Ты Выставляешь Ее Значимость Зачем Ты Давайте Так Шкуру Неубитого Медведя Делить Плохо Это Причем Плохо Как В Бизнес Переговорах Так И В Соблазнении Если Ваши Надежды Если Вы Вдруг Зачем То Включили Надежды Какие То Вам Будет Очень Обидно Это Потерять А Самое Страшное У вас В этот Момент В глазах Нужда Включается Прям По Вам Видно Как Страшно Будет Если Вы Не Получите Поэтому Вы Готовы Туда Все Бросить И Себя И Честь И Мы Что Угодно И В Этот Момент Начинается В Общем То Манипуляция Вами Вот Этого Делать Не Надо Там Завышение Значимости А Цель Это Ну То 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 Тебе Нравится Это И Ты Себе Это Хочешь В Принципе Если Ты Это Не Получишь Ничего Страшного Но Просто Тебе Это Нравится Я Не Знаю Ну У Увидел Ты Пироженку Какую-то Красивую Вкусную Ну Не Получилось Ну И Че У Тебя Прям Тебя Закусывает Да 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 Вот Ты Ее Увидел Это Ты Вот Хочешь Ее Да Да Вот Ту Ну Она Например У тебя Говорят Что Она Вообще Невкусная Не Бери Ты А Ну Хрен С И Пошел Ну Как Это Нормальное Твое Состояние Вот Если У вас Вам Сказали Что Она Вообще Невкусная Не Бери И Вы Вдруг Впали Как Я Без Нее Теперь То Тут Нужно Посмотреть Что У вас Там С Залипанием Психики Что У вас Там С Отдыхом С Личным Состоянием Комфортным И Что Возможно Нужно Немножечко Остановиться Потому Что Как Такие Штуки Не Должны Вызывать Прям Трагедию Если Трагедия Идет То Наверное Что Нужно Немножко Скрасить Ответила Да По поводу Конвейера И прочее Да Это Разные Состояния Да Это Разные Цели Да Там Нужно Ну То То Если Вы О Хорошем Соблазнении То Это Хорошо Бы Замедляться Оно Требует Немножечко Времени Но Оно Дает Совсем Другие Результаты Даже Если Ты По Конвейеру Подходишь Каждой Девочке Как К ней К ней А не К 59 То Ты Подходишь По-другому Вот И Да Очень важно С ней Разговаривать А не С собой В своем Там Конвейере В своем Деятельности В своем Действии Ответила Надеюсь Так Хорошо Да То есть У нас Смотрите После Вот Этого Уровня У нас Идет Уровень Родственники Либо Близкие Друзья Сюда Нам Не Надо Вообще Ну Если Вы Не Собираетесь Жениться Да То И Вот Очень Часто Устанавливая Рапорт Люди Перебарщивают Вы Все Пытаетесь Установить Рапорт Рассказать Какой Вы Хороший Человек Интересная Личность И Прочее А К Соблазнителю Ребаке Это Не Иметь Никакого Отношения Ну В принципе Хороший Человек Вот Если Вы Пытаетесь Нас Во-первых Да То есть При Общении С девочкой Вас Должно Быть И Ваших Разговоров Не Больше 30 Процентов Вы Говорите На Встрече Не Больше 30 Процентов Если Вы Говорите Больше На Встрече Чем 30 Процентов То Что-то Идет Не Так 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 Всегда Так В Проведениях Все Об этом Знают Все На Этом Моменте Косячат Не Знаю Почему Но Это Прямо Любименько Значит Ты Ее Не Заинтересовал Значит Она Тебе Не Доверяет И Есть Тобой Не Интересно Здесь Несколько Способов Во-первых Где-то На Уровне Знакомства Мы Включаем Киноэстетику Которая Граничит Как Раз Так Вот Джентльмен Сандарт Вот Таким Заботой Вы Пока Здесь же Включается Метасообщение Того Что Ты Сильный Спокойный Уверенный И Да Если Она Даже Не Разговорчивая То Ты Можешь С ней Глубокомысленно Посидеть Попить Чай Глядя Ей В глаза Здесь Как Это Неудивительно Работает Правило Как И Естественно Ну Так Стоп Подождите Это Я поняла Вы будете Сразу Сел Напротив Девочки И Молчишь И Молчишь Да То есть И И Рассказала Что Так Хорошо Устанавливать Рапорт Я Не Об Этом Я О том Что Вы Закинули Одну Тему На Поговорить Да То есть Вот Как Раз Я так Понимаю О чем Леша Говорит А Если Девочка Не Разговорит То есть Ты Закинул Одну Тему Она Так Ну Ты Закинул Вторую Тему Она Все еще Молчит Вот Не Надо Уже Закидывать Третью Тему В Этой Ситуации Да Мы Не Уходим В Телефон Мы Не Игнорируем Мы Остаемся В Этом Контакте Мы Остаемся В Этом Разговоре Но Мы Остаемся В Спокойствии И В Молчании Это Сложно Это Внутренняя Работа Это Ваша Внутренняя Целостность Да То есть Это Вот Такое Внутреннее Сложное Состояние Но Оно Как раз Такое Все На Свете Победящее Сможете Там Помолчать И дождаться Когда Она Все Таки Включится Здесь Снова Вы Как раз Таки Сможете Либо Проверить И Дальше Не Засыпать И Рисуемся То есть Если Она Так И Не Включится То Раскачать Данное Бревно Будет Сложно Придется Слишком Много Рисуемся Вбухивать Стоит Оно Того Особенно Если Мы Во-первых Во-вторых Если Женщина Слишком Долго Молчит То Нужно Потыкать Нее Палочкой Может Она Задохла Там Где-то Я слышала Эту шутку Очень Она Мне Тогда Понравилось О том Что Принцессы Не Пукают И Не Писия Да Поэтому Они Нескончаемо Пиздят Чтобы Не Лопнуть Вот Это Как раз Пора Туда Да В общем То Поэтому Если Женщина Прям Совсем Не Разговорчив Это Значит Уровень Доверия Ее К вам Настолько Низок Или Интереса Настолько Низок Что В общем То Она Совсем Туда Не Вкладывается Поэтому Не Надо В сложные Темы Лезть Не Надо Есть Не Обсуждать Адром Након Почему Допустим Такая Ситуация Может Произойти Когда Это Правда Я Просто Больше Продаж Ты Начинаешь Закидывать Вопросы Бесконечно Естественно Естественно Ей сложно Отвечать Она Начинает Закрываться Ну По крайней Продаж Это Делается Так Ты Спросил Но Прежде Чем Получить Ответ Ты Даешь Какую Информацию Себя Ну То Не Знаю Давай Попытай Что Я Объясню Это Я Поняла О чем Ты Полностью Согласна Есть Есть Схема Вопрос Ответ Комментарий Естественно Она Классическая И этот Комментарий Вот Если Вы Хотите Хорошо Вести Беседу Как раз Таки С девочкой На этапе Там Знакомства Становления Рапорта И прочее Комментарий Должен Быть Равен Не Вашей Истории Жизни И как У вас Это Было С пацанами Мы Поехали И сейчас Я тебе Это Расскажу Миллион Пятьдесят Девятый Раз А Комплиментам Вы Просто Даете Ей Похвалу За то Что Она В вас Вкладывается И она Вам Что-то Рассказывает Правда Будь здоров Боись Хорошо На примере Давайте На примере О чем Вы Говорите На Встречах Ну Например А как Ты Повела Лето Что Отвечает Ну А куда Ты Ездила В этом Году Сводишь На Меня Вася У кого Чего Болит У того Там И Чешется Вот Да То есть Как Ты Там Например Повела Лето Да Там Загар У тебя Классный Ух ты Как Там Куда Ездила Она Вам Рассказывает Куда Она Ездила На Что Вы Не Начинаете Ей Тоже Рассказывать Куда Вы Ездили С Пацанами Комаров Кормили А Еще Там Других Бухалевы Непроглядные И Прочее И Ударились Свои Воспоминания И Вообще Уже Они Забыли Да А Вы Говорите Классно Что У тебя Такая Интересная Жизнь По Тебе Сразу Видно Какая Ты Яркая Клевая И Это С тобой Прям Приятно Общаться Потому Что У тебя Есть Энергетика Девочка Ой Да Точно Энергетика У меня Есть Мне Зачем Главное Успеть Ее Согласен Это Очень Хорошая Возможность Для того Чтобы И Про себя Что Сказать Не Что А То Что Нужно Про себя Сказать А Чтобы Девочка Понимала Кто Ты Чем Ты Понимаешь Что Ты Такое Доверить Чтобы У нее Тоже Возникало Представление О Прямо Образе Жизни Как Ты Живешь С кем Проводишь Что Ты Зачем Если Девочке Важно Кто Вы Что Вы О чем Вы И прочее Она Вас Спросит А чем Ты Вообще Занимаешься А как Ты Проводишь Время И прочее И тогда Ваш Рассказ Ей Звучит Интересно Да И здесь Мы При этом Постоянно Делаем Паузы И Перерывы На то Чтобы Узнать Как У нее Проходит Есть К сожалению Такая Вот проблема Мы все Очень Любим Себя Ну Как бы Не проблема Она такая Данность Вот И Есть Два Типа Мужчин На свидание Первый Он сидит Так Когда Она уже Договорит А второй Нескончаемый Рассказывает О себе И тогда Вот так Сидит Девочка Ваша Задача Да То есть Мы Помним Что все Так Вы же Ее Соблазнение Вот И вообще Мы хотим Чтобы Она Вкладывалась В Соблазнение И ей Было Это Интересно И полезно Вот И пока Она вас Не спрашивала Чем Вы Занимаетесь Значит Ей Это Либо Неважно Либо Неинтересно Но Это Примерно Одно И Тоже И Ваши Нескончаемый Рассказ О том Как Я Классно Съездил И Прочее Для Девочек Выглядит Как Ага Еще Один Пиздобол Хорошо Когда Это Закончится Простите За Откровенность Но Это Именно Так Да То Это Выглядит Именно Так И Если Девочка Не Спрашивала А вы Ей Рассказываете Сколько У тебя Фабрик Партнеров И Машину Я Вчера Сменил И Вообще Знаешь Лексус Я Не Люблю И Только На Ламборджини Катаюсь И Прочее Ты Наверное На Ламборджини Никогда Не Ездила Девка Девка Пиздец Пожалуйста Отпустите Меня Отсюда А вам Кажется Что Вы Такой Искрометный И Вы Такой Сошел Пруф Сейчас Создаете И Вы Такой Доказали Какой Вы Классный И Она Поняла Насколько Вы Молодец Нет Она Поняла Что Вы Это Не Означает Вообще Если Она Об Этому Не Спрашивает Это Скорее Всего Чаще Всего Означает Что Вас Дохрена В этом Общении Вас Так Много Уже В этом Общении Что Ей Уже Ничего Не Надо О Знать Давайте Так Я Сейчас Начну С Истоков Девочка Приходя На Встречу К вам На Свидание И Даже Остановившись С вами Поговорить Предполагает Что Вы Ей Чем То Понравились Правильно Вот Вы Понимаете Что Если Она На Возглав Сказала Ух Боризина Какая Вы Не Остановите Она Умеет Быстро Ходить Она Умеет Звать На Помощь Она Умеет Ити Вперед Никого Не Замечать И Прочее Она Остановилась И Своем Состояние Вот Такой Какой Вы Есть Вот Только Вы Женщина Для Вас Нормально Что К вам Приходят Мужики И Вас Снимают Ну И Вас Клеят И Вам Это Нравится У Вас Все Нормально Это Нормально Это Вы Не Пидор А Все Нормально Вот Так Оно Вот К вам Подходит Человек Который Больше Вас Размером Явно Вас Сильнее И Вы Гипотетически Готовы Пойти К нему Домой Вот Так Представьте Уровень Авантюризма Женщины Что Ли Вы Сильнее Вы Быстрее Вы Еще Какие Быто Ни Было А Она Соглашается Что В принципе Гипотетически Она Готова К вам Пойти Домой При этом Я вас У каждой Женщины Где-то В голове Если Топор Не разубит Хорошо Если Топором Не разрубит То Классно Да Поэтому Если Женщина Остановилась Пришла На свидание И Прочее То Ей Интересно Узнать Кто Вы Что Вы Насколько Вы Безопасны Есть Ли Вам Что Терять То Есть Вот Этот Интерес А чем Ты Занимаешься А кто Тебя Друзья И Прочее Это В том Числе Еще Интерес А тебе Есть Что Терять Если Ты Топором Зарубишь Или Нечего Да То есть Ну Вот Такое Поэтому Если Она Прям Совсем Не Интересуется Вами То Скорее Либо Будет Задавать Вопрос Либо Она О себе Ничего Не Будет Рассказывать Да И Там За углом Ее Уже Такси Ждет То есть Ну Вот Она Пришла Вы В момент Что-то Вначале Что-то Сделали Такое Что Ее Напугало Там Или Как-то От вас Точно Оттолкнуло И Она Уже Приняла Решение Что Дальше Дальше Нет Ну Вот Снова Это Самый Вопрос Что Представьте Себе Да Что Она Оценила Собирается Ли Она К вам Домой Или Вас К себе Домой Ну Решила Что Ну Нет Нет Это Небезопасно Это Нехорошо Я Дальше Не буду Об этом Узнавать Все Мне Неинтересно Во всех Остальных Случаях Зависимо Поинтересуется Тем Кто Вы Что Вы Зачем Вы Чем Вы Занимаетесь И Прочее И Гораздо Лучше Если Она Вас Об этом Спросит Чем Вы Сами Ей Все О себе Расскажете Ромашка И Вот Эта Стабальная Система Она Хороша Ромашка Это По чуть-чуть Рассказать О своей Жизни Чего Где У вас Есть Хорошо Сошел Пров Хорошо Никто Его Не Отменял Рассказать О том Какие У вас Знакомства Где Вы Что Вы Делаете Но Хорошо Это Делать По Запросу Ты Как Продажник Должен Это Хорошо Понять Если Вы Приходите Если К вам Приходит Клиент И Вы Сразу Начинаете Делать Ему Презентацию Не Выявив Ни Его Потребности Не До Ставили В Контакте Он Вас Не Купит Никогда Потому Что Ему Не Интересно А Вот Этот Как Рассказ О себе О Какое Класс Это Презентация На Девочка Приходя На Свидание Во-первых Хочет Понять Насколько Ты Являешься Безопасным Или Небезопасным В точке Зрения Любовника Первое Второе Девочка Пытается Понять Какие Ресурсы Из вас Можно Получить И Как Это Сделать Максимально Эффективно Ну То 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 Как Из Любовника Ну Взять С вас Нечего Значит Трахаться Можно Да Вот Есть Такое Состояние И оно Тоже Вполне Себе Вменяемое И Нормальное Да Там Есть Соблазнение Когда Вы Совсем Не Выстраиваете Вокруг Себя Там Social Pro В Какой Небуда Своё Социальное Оружение Не Показывайте Сколько У вас Лексусов А вы Просто Классный Прикольный И Кстати Соблазнить Именно Там Статусных Девочек Можно Только На том Что Ты Просто Классный Прикольный Пытаться Соблазнить Статусную Девочку Которая Все Есть Тем Что У вас Тоже Есть Деньги Молодец Ну Молодец Зачем Да То Это Бессмысленно Соблюдаешь Ли ты Конфиденциальность Это Значит Не Зарубишь Ли ты Топором Это Значит Не Не Используешь Ли ты Потом Секс Не В Ее Вред В Принципе Вербально Ну То 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 Это Можно Сделать Прямо Вербально О Том Что Да Там про кого-нибудь рассказать можно но вот только не через друга потому что тогда ты друга обосралась конфиденциальность здесь мы не говорим про друга читал в интернете до журнале космополитам сообщают да 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 то есть можно так можно в том числе через тот же самый отдых на о том что отдыхает есть да там это легко это отключение от какой-то жизни и прочее и вообще получать кайф от жизни я считаю хорошо и классно вот и совершенно не люблю когда это вызывает какие-то последствия потому что люди потом начинают друг другу как-то пакостить и прочее да там сливать что-то в интернет и прочее я вот за то что вообще никогда ни при каких условиях считаю это полной отвратительной хренью она у себя там она у себя там этот да это очень странная сейчас тенденция нескончаемо что-то куда-то снимать вот выливает но диджитализация мать ее вот и девочки тоже в общем-то тоже такие же вы думаете да то есть девочки не выкладывают таких фотографий как вы смешные да 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 комплимент точно так же в бизнесе офигительно работает комплименты в бизнесе работает очень сильно очень мощно и очень сильно вас пушат какая у вас охренительная секретарша сами подбирали как это неудивительно если ты пришел на связи на встречу с мужиком и там под охренительная секретарша то как известно да всегда есть три темы у мужчин это бабы в бабки и кто третий кто помнит эту третью б нет там 3 б каких-то бабы бабки но нет не бани а хрен с ним вот она всегда хорошо является на по этом в том числе до бизнесовым и комплиментом работает таким способом комплименты вообще бываю да то есть это как один из инструментов аэропорта у нас есть разные уровни комплиментов первый комплимент это комплимент внешности для установления рапорта самый легкий самый дешевый до дешевый с точки зрения тех эмоций которые вызываются у человека это комплимент внешности большинстве своем они черт побери затертые никогда не используйте комплименты сегодня прекрасно выглядишь любая женщина даже если она вам в ответ не скажет это в голове прокрутит а вчера вот поэтому да то есть внешность если вы хотите сделать комплимент внешности там есть несколько правил первое правило если что-то бросается в глаза сразу то этому делать комплимент не надо потому что скорее всего этот комплимент затерт уже до дым есть у меня подруга у которой огромные голубые глаза всю эту хрень про глаза как озеро как небо как облако как и что какая-нибудь это у нее там вызывает подергивание глаза в основе своей поищи что-нибудь еще ты можешь ей об этом сказать но тогда просто не рассчитывай на эффект да то есть это тогда не инструмент ты можешь ей это сказать но и тут тоже вопрос банальности фразы которую ты подберешь вот это вот твои глаза как океаны это можем это сколько можно вот здесь как раз таки момент того как ты это скажешь и насколько естественно смотреть очень важный момент про комплименты это первое правило самое главное и единственное комплимент должен быть искренним всегда неважно в бизнесе в соблазнении одинаково да то есть не искренний комплимент хуже оскорбление это прям то есть на то есть внешность если хвалите внешность пожалуйста мальчики у тебя хороший макияж маникюр и прочее не надо это вообще не ваша тема это вот с подружками можно не надо да она старалась да она делала да она еще что-то но вот прямо поразил меня недавно в общем-то один из молодых людей это же какой у тебя классный маникюр наверное фирма и еми я то кто где я я не в курсе он в курсе и и я точно знаю что вот ну ни при каких обстоятельствах вот прямо ни при каких обстоятельствах с этим человеком не будет секса потому что это самое сексуальное что может сказать мужчина в принципе разбираться в каких-нибудь шанель к ноготочках макияже и прочее это вообще не мужская тема и как только мужчина начинает об этом щебетать женщины понимают что пора идти чинить карбюратор но это совершенно не ведет к соблазнению от слова никак вот поэтому внешность это мы не нравится меня заводит это соблазнительно это красиво это ярко в тебе это сочно в тебе это еще что бы то ни было такое если уже вам не знаю нравится платье да то снова это не платье а вкус которым подобрана это платье как она на ней сидит как она подчеркивает ее фигуру и прочее вообще не надо говорить что вам нравится какая-то вещь в женщине на хрен вам вещь вам же женщина нужна на вещи мы не замечаем вот следующий уровень комплимента которые у нас есть это действие кто-то что-то хорошо делает красиво говорит красиво идет красиво стоит чудесно сидит прекрасно готовит чай замечательно делает яичницу не знаю там великолепно клеит обои вдруг почему-то пришло в голову вот действия являются более дорогим комплиментом чем внешность в принципе на уровне соблазнения внешности вполне достаточно особенно если это быстрое соблазнение и прочее то там вполне достаточно просто девочки нравится нравится девочка всем нравится нравится но красятся одеваются девочки и вот все вот это они скорее для других девочек чем для вас ну потому что считается что мужчина может только общий образ оценить они конкретные детали вот а когда начинает оценивать конкретные детали возникают сложности с его ориентации определения да там чем он занимается увлекается и получать с действиями понятно следующий уровень это знание экспертиза навыки и умения если вам попалась женщина кремень женщина сталь и прочее хвалите не ее внешность а хвалите как раз таки ее профессионализм и навыки если вдруг вы как-то где-то вышли при беседе с ней она начала рассказывать о своей работе и вдруг вы увидели что делает она это взахлёк и вдохновенно то хвалим то какая она при кто какой она профессионал но делая акцент на то что она все-таки женщина напоминая ей о том что это очень здесь как раз таки очень хорошо использовать слова такие о том что это так сексуально когда женщина в чем-то разбирается это это если вы начнете прям ее цилирует этот если вы начнете ее хвалить прямо совсем как профессионала то вы получите себе отличного консультанта в этом вопросе но не секс на нее включится тумбле консультант и все вот здесь можно вот как раз таки профессионализм и навыки при соблазнении мы именно будем говорить о том насколько это захватывающе для женщины вот такая классная она и умная особенно эти женщины к риме и очень любят похвалу там этом знанием тонкость там и получил вот она одна по работе нахвалила шанов командировки постоянно едет ездит на типа инспектора допустим например финансистом там ей топ-менеджер какие-то там отчеты доверяет похвалить одну и вторую именно чтоб как женщину так и финансист доверяет и прочих всегда считал да что там рассказ о том что у женщин нет логики это там наветы мужчин вот по тебе сразу видно что ты при том что ты такая женственная и сексуальная да у тебя есть логика и тебе мужчина доверяет такую важную часть потому что да то есть некоторые вещи где женщины точно делают лучше чем мужчин женщины более заботливые я же говорю да то есть это все еще пример да то есть женщины более заботливые поэтому они более внимательные и по тебе видно да что у тебя очень хорошо развита логическое мышление и при этом твоя забота и умение обращать внимание на детали делает тебя гораздо более клевым ну и точно что симпатичным специалистом чем любой мужчина все вы все ей похвалили все что можно было ей похвалить вообще похвалили который инспектор что ездит в командировке я бы хотел чтобы ко мне приехала такая инспекторша вполне достаточно по инспективу меня инспектор просто она она здесь и вот про это будет и про не забывание что она все-таки женщина да то есть флирт эта штука важная полезная и нужная позволяете женщине чувствовать что вы ее хотите в том числе да вот это вот прикосновение на протяжении всего времени общения вы должны постоянно трогать женщину как только вы об этом забыли вы уходите фарензону вы уходите во что угодно все время на протяжении всего времени общения нужно женщину трогать за что угодно ну то есть там в зависимости от того где вы находитесь на каком уровне не бросайте вы ее руку вообще в принципе там теребите чего-нибудь на ней гладьте щипайте не важно просто не от ну то есть вот реально физический контакт не должен прекращаться прекращение физического контакта в клубе но это сразу рыбка трехсекундная трехсекундная память новая жизнь вот как только перестали трогать этот человек и и ночью скоро трогать другой человек она даже не увидит разницы не почувствует но клубное соблазнение оно такое вот если мы берем просто встречу да и вы слишком интересным здесь очень важно еще один из моментов вот этого рассказа о себе какой у тебя классный мир там очень легко переборщить вы так отчаянно о себе рассказывали что она поняла что а вот ему я не дам никогда почему потому что пока я ему не дала он будет меня пытаться удивить водить вкладывать и прочее вот поэтому я буду около все время все время с намеками все время с нами на этими но только около никогда никаких там по-настоящему поползновениями просто банально там две-три фразы что в какое-то вообще понимание было а ну-ка расскажи мне в две-три фразы кто да это конкретный вопрос мы получаем какой-то конкретный ответ правильно то есть это все равно какой-то контекст уже есть я не знаю где там отдыхал что делал на выходные вообще ты делал дома сидишь дачки или чем ты занимаешься как-то так и ну одну фразу это можно примерно какой-то образ нарисовать не пускаясь какие-то попытки там слушай смотри какой клёвый а вот это еще вот это я там-то 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 да и это как раз таки и нужно сделать но чаще всего это перерастает в в то что если тебе не задали вопрос а ты сам начал про себя рассказывать и вдруг девочка не разговорчивая то это получается нескончаемая презентация до тех пор пока она наконец-то там не уснет или не свалится этого стульчика да ты все рассказываешь рассказываешь думаешь наверное еще не дорассказал она наверное все еще не прониклась моим величием сейчас я еще немножечко да расскажу и еще чуть-чуть добавлю вот она такая сидит а я поняла да хорошо хорошо а ей даже слова вставить некогда она ну то есть она даже не успевает о себе ничего сказать да нет понятно что вы не сидите сычом понятно что вы не молчите все это время понятно что вы ведете диалог просто контролируете да то есть для установления сексуального рапорта контролируете кто из вас ведет беседу и вообще это ненормально когда мужчина более разговорчивый чем женщина это смена ролей перепутались а вот при этом это не означает что вы сидите все это время хмурь активно не вербаликой участвуете в диалоге вы соглашаетесь с тем что она рассказывает вам интересно что она расскажет если вам не интересно что она рассказывает вы ее останавливаете смотря насколько ну то есть вот давай так примерки смотря какая тема какая тема есть вот немножко рисковато звучит ну потому что ну не знаю я прямо ну как-то вот так это прям часто бывает потому что девчонки не слезали постоянно и начинается я вообще за то что вы имеете право да вот принципе примерно в этой же самой стезе сказать что мне не интересно вот это первый способ очень такой очень мужской очень прямой мне не интересно давай не вдавая чем-то другом это первое здесь вопрос будет того что у тебя с невербалика происходит если вы останавливаете диалог если вы останавливаете какой-то рассказ то во первых вы это делаете не извиняюсь точно здесь очень важная вот это вот проблема с невербаликой когда мужчина начинает извиняться за свои решения давай не будем а теперь эта тема будет всегда когда ей нужно будет вас заклипать собственно говоря вот это во первых во вторых там всегда есть вопрос заключающийся в том что девочка может говорить об инстаграме и о том что там происходит и вы слышите первый фон вы слышите в этом инстаграме бузова выложила вот это вот это вот это это не интересно интересно зачем и почему она это рассказывает и вообще она это рассказывая пытается донести там свое мировоззрение ты просто не услышал да то есть там первый уровень и ты его не услышал ты скажи я в них короче не разбираюсь а почему тебя это интересует а почему тебя это так захватывает я вижу что тебе это прямо кайф и штырит А объясни, что тебя в этом радует, я не понимаю, покажи мне, что в этом радостного И вот тогда она тебе объяснит, ой, ну мне так нравится, что там, да, там можно быть счастливой, радостной и прочее Я вижу, как женщина смогла победить всех и повесила И вдруг выясняется, что она вообще не об инстаграме Женщины очень часто говорят верхнюю часть, то, что вы слышите, она вообще не об этом И очень простой способ как раз-таки остановить вот этот поток поверхностной информации Потому что поверхностная может быть неинтересна и не об этом Спросите, что это она вообще, ну то есть что она имеет в виду Что ее в этом захватывает, что ее в этом радует, что ее в этом интересует Почему ее эта тема так штырит Да, вот тут важно только формулировку не использовать А ты мне зачем это рассказываешь? А ты зачем это мне рассказываешь? Мне, ну вот это вот Вот, то есть, да, то есть, почему тебя это штырит, почему тебя это так интересует, почему тебе так нравится это Я там тоже хочу из этого черпать счастье, расскажи мне Вот, и там можно узнать как раз-таки много нового и интересного И понять, зачем тебе весь этот бред несли до этого момента В принципе, это работает всегда и везде Если вам кажется, что человек несет что-то непонятное, спросите, зачем он это делает Там можно что-то понять Вась, был вопрос? Нет? Кончился? Да, нет? Не было Пять минут перерывчиков И поветрится? Давай, сейчас на вопрос отвечу На два вопроса отвечу и чай, кофе перерыв Есть такой вопрос, банально, не знаю, вот постоянно спрашивают, кем ты работаешь, где ты работаешь Вот, насколько это вообще нужно говорить, там, не знаю, правду, неправду Ну, имеется в виду, чтобы не спугнуть, вот, как ты говоришь, следствием Стой, подожди, что значит не спугнуть Ты, этот, трупы разделиваешь, могильщик, в чем проблема? Нет, нет, ну просто работа, вот, когда спрашивают, я не знаю, как правильно сформулировать Правду Давай ты попытаешься нам сейчас описать, кем ты работаешь, мы тебе составим адекватный ответ, он будет у тебя, этот Кем ты работаешь? Ну, работаю, получается, у меня просто есть деньги, да, под определенный, в котором я двигаю То есть что-то покупаю, что-то продаю, куда-то инвестирую Инвестор? Да, да, вот, а вот, да, инвестор Я инвестор А что? А это не как, не знаю Что? Это не как что Ребята, еще раз, вопрос, кем ты работаешь, чем ты занимаешься Да, является прощупыванием, сколько бабла у тебя есть Не будет говорить, типа, что я такой пиздатый инвестор, не знаю Ну ты пиздатый инвестор и говорит, что ты пиздатый инвестор, что стесняться-то? Я бы не хотелось бы там, типа, отказаться, ну, типа, как ты говоришь, чтобы выебываться Вот смотри, разница между выебываться и быть пиздатым инвестором заключается в том, когда ты не инвестор Я такой, ну, знаешь, я вообще инвестор, я туда-сюда бумаги перепродаю, там вот с теми решаю, с теми это Вот это выебываться в чистом виде А если тебя спросили, чем ты занимаешься? Как только ты пытаешься ответить, что ты занимаешься Ну, знаешь, у меня там сложная работа, я там временами это У девочки срабатывает мутный какой-то тип Он меня топором перехерачит, закопает и, в общем-то, даже будет непонятно Он мутный какой-то Может, у него работа как раз топором херачит Это нормальный вопрос, который задается для того, чтобы понять, кто вы есть И там очень важно, чтобы вы соблюдали конгруентность Не извинялись и не выставляли Вот понимаешь, как есть это? Кем ты работаешь? Я инвестор Кем ты работаешь? Я инвестор Кем ты, я инвестор Ну, а ты понимаешь, вот эта вот работа у меня постоянно Три абсолютно разных ответа Ровно одного и того же слова Поймите, что вы там несете Вот, не надо извиняться за свою работу Кем бы вы ни работали Даже если вы могильщиком работаете Вы ее выбрали, вы почему-то на ней остаетесь Вам это нравится? Клево, я могильщик И не стесняется, вот это же тип Да, то есть оно вот сработает примерно так Поэтому, это, знаете, как женщин тоже, в общем-то, на любых там тренингах по коммуникации и адекватности Первое, чем учат, если тебя спросили возраст То нужно просто называть цифру Без этого, ой, сколько дашь Все мое Это всегда очень бесячо И вы это тоже знаете, да? Вы спрашиваете у женщин, сколько лет, и начинается Я просто спросил тебя о возрасте Я ничего не имел в виду Я ничего не хотел Мне просто интересно цифры Вначале ты, потом я Вскрываемся Дать за все деньги Не надо Поймите, что еще раз Вот я, представьте себе Реально, когда вам задает вопрос Девочка, представьте себе Что в данный момент она решает Очень простой вопрос Идет она к вам, большому, страшному и сильному Домой? Безопасно ли ей для этого? Или не идет? А если есть 19, а мне 35, допустим Так 35, говорите, или 26 35 То есть 28, то, что я ответил Смотрите, какая штука Каждый человек Особенно каждая женщина Обладает очень хорошо развитой интуицией Калибровками, калибровками И люди видят и слышат, когда вы им брете То есть ты видишь, что еще 20 Я себя чувствую, что 21 И говоришь 21 Тут главное внутреннее состояние Нет, мне 20 А какая У вас же такие завуалированные люди На которых смотришь Они тебе говорят Это прямо реально верь Хотя на самом деле это ни хера не так Только потом ты об этом узнаешь Там, скорее всего, от таких реальных завуалированных людей У тебя всегда внутри есть ощущение, что он какой-то мутный Вот и все И здесь полностью убирается фактор доверия Если ты смотришь на человека И понимаешь, что он какой-то мутный Он тебе ответил на вопросы Ты с ним поговорил И ты не знаешь, почему Вроде как все складно Все хорошо Но что-то Тебе где-то не нравится Да, и вы подумаете Еще 300 раз вести бизнес Таким человеком или нет А вот ответ на вопрос Идти ли к такому человеку домой или нет Прям сильно сразу отваливается Понятно, что женщина Очень, собственно говоря Экстремальные существа Поэтому она даже в этом состоянии Все равно может пойти Если все остальные факторы сошлись Но здесь как раз-таки может работать Момент того, что Маленькая ложь Вы там чуть-чуть соврали Вы там чуть-чуть соврали Вы там немножечко приукрасили И в конечном итоге У нее вот складывается ощущение мутности Мутность убивает доверие Мутность убивает рапорт Все Да? Вопрос как раз по рапортам Сразу возник Ты написала Это доверие плюс Интерес Интерес Я приехал, у меня два приятеля было Один вот С ним очень весело было Он такой уголовник был Юмора чувства Но я ему вот прям на 100 рублей не доверял Знаю, что меня так же обманет Как всех остальных Было весело Другой по работе был Ну полностью я бы доверял Прям миллион там или все деньги отдать Скажешь, посторожи И почку в том числе Интересно вообще с ним Ну занудой было Ну неинтересно С одним было интересно Доверие ноль С другим было Так Доверие сто процентов Интересно ноль То есть выходит По определению Ни с тем, ни с тем У меня рапорта не было Ну по определению, да У тебя мог быть уровень Просто уровень рапорта Да, мы вот уже смотрели Что уровень рапорта Разный Разный Смотри, да То есть Вот тут у тебя, например Уровень знакомства Они у тебя, например Были знакомцы Либо же они у тебя были друзьями Но Такими Не очень близкими А есть То есть будет Давайте так Уровень доверия У вас в принципе Да, то есть Я доверяю, что этот человек Меня сейчас не пизданет табуреткой Это тоже уровень доверия Вот тогда вы в знакомцах находитесь Я доверяю, что этот человек Даже если пизданет меня табуреткой Он отвезет меня в больницу Уровень друга Я доверяю, что если он меня стукнет Все-таки этой табуреткой Отвезет скорую Но меня там не этот И меня там откачают Но придется долго лежать Он будет мне носить апельсины Этот не будет носить апельсины Если стукнет Да, поэтому этот А этот уже будет носить Да, то есть Это просто бывают Разные уровни доверия Разные уровни интереса Наша задача Не переборщить с доверием И интересом Потому что тогда можно выскочить В родственники и близкие друзья Но наша при этом задача Сделать так, чтобы мы Из знакомых поднялись в любовники То есть вот Когда это одно Либо доверие, либо интерес Это рапорта нету А когда два Это обязательно случается Или тоже не падает Смотри Вот ты ему не доверяешь деньги Да, не доверяешь Но, например, ты точно ему доверяешь В том, что вам будет весело Ну, что нападет кто-то Ну, вот тебе будет Вот тебе интересно И он не убежит Он по-пацански Но деньги ему давать не надо Ты ему доверяешь В каких-то областях Но просто не во всех Это тоже там есть Если вы общаетесь с человеком У вас по-любому В какой-то момент Складывается к нему Определенное доверие Вы знаете, чего от него ожидать Это уже доверие И вам, если вы с ним продолжаете Хоть как-то взаимодействовать Хоть как-то с ним интересно С человеком, которому Вообще не интересно Вы не будете разговаривать Ни при каких условиях Просто уровень Уровень может быть разный Чуть-чуть там все-таки был интерес Конечно, конечно, конечно Тот, который Давай так Тот, который занудный Ему можно доверить миллион У тебя был интерес того Что когда тебе понадобится Доверить кому-то миллион Ты знаешь, кому обратиться Это тоже твой интерес Угу Ты тоже к нему интерес Понятно? Спасибо Ок, хорошо Давайте сделаем Пять минут Перевыв Вот, а мы Мы тут до девяти, да? Да Можно до девяти тридцати Хорошо Главное мне на самолет не опоздать Потому что я Отцепите меня Смотрим, как у вас будут вопросы Пойдет Я в девять могу прямо Если не будет вопросов Спасибо Если я так Знаю Три книги там у него Как завести друзей Что-то подобное Перестань Заморачиваться А по какому Какому-то вопросу Вы попали Вопрос А ты что такой Сиперожок он продюсит Еще в процессе В процессе делать Слушаем Ты хочешь себе взять Лично Какой-то фирм Мне тут просто Предложили Еще одну фирму Что недель 480-8 ггл По цене Меня по цене Еще не сориентировали И по фирмам Софир Еще что-то Не понятно То есть у меня Как бы контрол На леви На леви На леви На леви То есть Если до понедель Потерпит Ну там Как Я не знаю Надо посмотреть Приместер Это же Нет Нет Мы привезут Странили Посмотрите Я уже Я уже Я уже Я уже Я уже Я уже Сегодня Предложение Вечное Я спрашиваю Я спрашиваю Затан Подруга Сапиры А тут Я не знаю Я спрашиваю Так, давайте открыли окна, давайте открыли окна. Я буду, я буду, да? Давай, давай. Серьезно, отношения ясно. А все равно они доверяют. Давай, на связи. Хорошо, хорошо, я тебя не знаю. Писал, знаешь, по пункте, кому на доске. Кто-то рассказывает, кто-то записывает. Я думал, Диман вообще, я слышал, как кивочки. Диман такой, знаешь. Ну, может, не просто. Я просто не понимаю, что он, когда он, как-то, как-то, как-то. Я не знаю, что он не поставил, что он пока поделил. А что он здесь? Оттересно. Что проходит, а он еще не может, как-то, как он. Не, ну ты все равно, видишь, это как бы понятно. Я хочу больше. Я не знаю, что это. Важно, на форму практику ничего не примется. Важно, на форму практики 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 ничего не примется. не просто там товарищи простым рассказывал ну то что до внешнего первое сообщение спешит привет что ты делаешь это тоже система отмечает я замерял конверсию такой модели работы когда все равно будет хуже чем А потом ты её прокачал, на которой возить коммунисты. И ты всё равно какими-то девочками отмораживаешься. Отсекаешь. А другая модель? Если у неё угрыжение, смотрела на себя, там всё равно – это всё равно. А вот другая модель какая? Последователь. Сначала ты разрешаешь, чтобы не сидя ни в конфе, а потом идешь там. Почему ты ведешь ее в комодье? Попустим, что такое, что пишешь на сайте там, там первую прату. Пошли, тоже взял. Это прату, прату, дочее все. А там уже затерлили, наверное. Мы вывели в чате дочее, что это прату, прату, работали. Привет, пошли. Это человек по поводу. Телеграме, да. Привет, как по сравнению. Ну он тоже доче. Я сейчас заранее не доблю, это уже принято, я уже пошел в инструкцию. Он адекватен, и интересен, и ему это понравилось. Чего ты говоришь? Чего ты говоришь? Чего ты говоришь? Как ты говоришь? Я не знаю, как вы говорите. Ну, мы там знакомы. 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 Ну, и еще там. А я, когда... ...вот. Потом... Ну, как бы, там стали гадут на него, и я пришел. У инструктора, кстати, сейчас будет... Я в тренинге, когда там автошколы. Это, типа, как... Более... Более сжатый, знаешь, на 3 дня. Я еще держу, это нормально. Вот сейчас по-моему, это повесит. У него автошколы, всякие машины для следует. Он сейчас не списал. А ближе потом отбудит. Я просто говорю, дадут мне встречи. А, я не знаю. Встреча будет, не знаю. В членой клуба сейчас. Сейчас тебя объявят, и я бы тебе советовал. Знаешь, в чем большее? Паршишки. Стих тренинга. Аплайв. Знаешь, что это больше всего? Не дает сквозь. Это вот только, что он окружен, вообще. То, что он в тренинге зайдет через полгода. А люди, с которыми ты здесь прообщаешься, предположим, обменяем все эти вещи. Я вам скажу, что... Да не знаю, что я здесь все равно, что положите. Я пишу, вот кто-то... Что это у нас сейчас? А это, как же, сотряска, тесто, в салате, в классе, для... в моменте даже можно больше заработать напрямую цена гея была лобу и короче мне фишка стоило 280 бак вот вагнули видишь это мышление товарищ мой в клуб трансформатор чувак один мой знакомый полтора шляпу изначально не был такой чем а знаешь чем фишка вот эти 280 тысяч этот мой друг я отработал прям в этой же и он просто рассказал а куда идем говорить кальян покурили а куда идем кальян так аккуратненько переступай я верю в тебя молодец и в тебя я тоже верю отлично там какие-нибудь вопросы появились не появились мне не внесли в пожалуйста в телеграм он у меня там стоит на зарядке я не смогу ответить давай парень сразу идет с улицы да 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 ну смотри примерно можно как с парнями тусили вот пригласил я свою подругу который у нас я уже знал что она давно относится ко мне как к другу ну потому что я уже изначально выставил такой фигмент а тут мы решаем типа я говорю они замутили нам гэпешней вот вопрос начинается на с моим другом знакомым ну пусть и давать понять что типа она не хочет у него второй давай я сейчас подойду там через 10 минут ну я подхожу тамgest на на волосы или чем там ну прям вообще полный полный негатив потом если все вниз я с ней стоял разговорил то есть по разговорам то есть уже начал ее трогаться кинестетики да все она уже была она уже говорила все давайте отвечу на вопрос что было всем слышно по поводу вопрос что делать если у девочки резко падает состояние за того что ты пообещал что вы идете курить колено выяснилось что вы идете курия курить кальян к тебе домой здесь мы в этот момент выключаем полностью сексуальный фрейм то есть ты прямо полностью выпадаешь из состояния сексуального фрейма потому что уже более чем достаточно сексуального фрейма то что вы пришли к тебе домой здесь не может возникнуть состояние друга потому что ну очень вряд ли ну очень вряд ли вода и в этой ситуации ты как раз таки то есть у тебя уже есть параллельно создание ощущения того что вообще-то ты ебака и тут нужно чтобы не переборщить включать как раз таки состояние друга просто общение и это ты на откатываешься на момент просто знакомства позволить ей погуля прогуляться по квартире на то же мы здесь делаем как мы сюда попали я там новый ремонт сделал я купил новую картину хотел узнать твоего мнения пойдем покажу проведите девочку полностью по дому пускай она что-нибудь потрогает попереставляет посмотрит поэтому да это всегда создает ощущение у человека что он знает это пространство сделайте так чтобы у вас на кухне всегда не хватало какой-нибудь табуретки чтобы она ей было на что сесть попросите я пока делаю нам чай вот в той комнате пойди возьми стул вот это действие того что она сама идет что-то берет да 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 ты умничка у меня вот молодец и получать здесь снова нужны комплименты здесь нужно вот мы не выключаем киноэстетику потому что мы его трогаем мы показываем заботу и мы показываем мягкость и доброту здесь очень важно как раз таки вот эту мягкость и доброту дать да если ты ее не на тусовку тусовку введешь где там срочно нужно веселиться это ее привел домой и хочешь ну вот такой вот фаст но душевный да это называется душевный фаст через заботу через это то вот этот даешь откат пока она не начнет себя чувствовать хорошо и вы там разговариваете на темы которые вообще никак не сводятся к хуям вот при всем вообще попытки их невозможно к этой теме свести да и тогда девочка расслабляется начинается показанием того что девочка расслабилась начинается девочка смеется девочка шутит девочка в ответ вас трогает в том числе там оперативный ха хи хи и прочее к вам прикасается это показатель того что все нормально она все она успокоилась да да это опять срабатывает подстройка все в этот момент она считает вас опять безопасным у нее возобновляется к вам доверие и ей все еще интересно а не охерел ли ты что-то ее сразу домой привел а ну-ка докажи вот и тут уже дальше можно с этим взаимодействовать ответила понятно непонятно что не если не совсем тот уточняй хорошо здесь важно не использовать фразы о том что ты не бойся ты не успокоил это успокойся что ты нервничаешь все нормально и прочее она в очень редких случаях да там очень нужная хорошая метуха чтобы успокойся все нормально сработало как успокойся все нормально это меня часто спрашивают зачем я ходила на мастер в том числе перекачивать мета сообщения которым я могу решить любые вообще ситуации в жизни помню на одной из общем-то тусовок как раз таки выскакивает на меня девочка на улицу с вот такими глазами там все со всеми трахаются это что нормально я говорю да она а ну ладно и ушла трахаться она по тебе получила максимальное подтверждение происходящему она нашла человека которому она точно доверяет да давайте так мета сообщение у женщины для соблазнения женщины должно быть сильно круче чем у мужчины потому что этот табу потому что это запрет потому что а что они подумают и прочее да и вот мета сообщение включать о том что все вообще будет решено вот это я умею включать до такой степени что в принципе успокаивается даже кофебарка которая начала нервничать в этот момент это как раз она когда ты уходишь в полный нейтрал и у тебя ничего не происходит если вы не дай бог начинаете нервничать на то что она нервничает все хана ну то есть вот она впадает в панику это делать она сейчас вызовет полицию все открой дверь выпусти ее пока все целые и закрой на этом вообще тему да то есть тогда не нужно пока этого делать это тоже разный уровень ребят давайте так фастовые вот эти соблазнения это определенный уровень и там даже не столько уровень навыков вот прямо знания что сказать как сделать и почему сколько уровень вашего внутреннего состояния что вы имеете на это право именно это дается на тренингах на самом деле да то есть сейчас будет проводиться там тренинг автошкола вот у инструктора будет сейчас у дима проводиться тренинг там автошкола и она как раз таки об этом когда вам дается достаточное количество навыков для того чтобы вы чувствовали себя уверенным в происходящем и тогда вы можете фастовать тогда вы можете там с улицы подойти к девочке взять ее за руку и повезти в пещеру и она пойдет за вами один из самых простых способов решения любых лмрных там стук а то я пойду к тебе не пойду к тебе берешь за руку и идешь очень редко очень часто мужчины боятся этого сделать потому что они не знают имеют ли они на это право или нет чем хороши тренинги вот по соблазнению да там начальные и прочее вы понимаете что вы имеете право если мы берем тренинга там у димы тоже есть тренинг по поводу как раз таки сексуальный секс-машина да то есть вот всех этих сексуальных техник она кроме того что у вас появляются навыки дает еще очень крутое ощущение что ты настолько охерительный любовник что в принципе если она дойдет там дальше вопросов никаких не будет она будет радостно хлопать в ладоши и говорить и вот это состояние как раз таки позволяет тебе решать быть уверенным и быть святым потому что если ты не знаешь что делать женщина когда ты приведешь ее домой то женщина тоже начинает задавать вопрос а нахер я туда пойду как только у вас нет понимания зачем вы это делаете и что вы будете делать с этой женщиной туда ее приведя то женщина это считывает моментально я практически никогда не давала там сейчас понятно совсем не даю телефон номер телефона на улице а раньше практически никогда не давала потому что ко мне подходит мальчик и я понимаю что он не знает зачем он его берет он не позвонит по нему потому что он там собрался в кулачок и наконец-то ко мне подошел но циферки набрать у него тяму точно не хватит поэтому зачем я буду издавать свой номер у меня это вот такое внутреннее состояние знаешь зачем ты это делаешь или нет все та же самая цель ты понимаешь ее или не понимаешь и когда ты привел вот таким способом домой девочку у тебя должно быть понимание того что все хорошо ты имеешь на это право не происходит ничего страшного ты убедился взглянув ей несколько раз в глаза что ей не 15 да это сложность нынче потому что смотришь на этих девочек и думаешь сколько тебе лет а потому что я временами стою с ними с этими 16-летними тетя подай воробушка и вот но там по это по глазам всегда можно определить возрасте девочки можно ну там по разговору по разному тупенькие бывают в 25 в общем-то никуда это не девается до возраст не обязательно по-разному вот по-разному бывает да но вот по глазам бывает и в 17 видны морщинки потому что она с 4 с 12 лет мажется как всем чем можно только дома найти поэтому у нее и к 18 уже будет не то что морщинки он тупенький ну он давай так он тупенький то есть это не потому что плохо неплохо это не осуждение это просто ну то есть это отсутствие опыта вот в глаза смотришь и понимаешь там нет опыта там есть шаблоны там есть какие-то представления там есть единородь с бабочками но там нет опыта вот это единственное как можно вычислить да и вот если ты все это поверил что и не 15 все нормально да то у тебя есть это внутреннее состояние того что все идет хорошо и тогда ты легко разруливаешь это состояние но здесь требуется в какой-то мере наработанное количество соблазненных женщин для чего как раз таки тренинги и хороши что там можно вот вот это количество набить потому что если у тебя всего за жизнь было пять четыре из которых непонятно как а 5 собственно так получилось само приползло да то очень сложно чувствовать что ты имеешь на это право учитывая сколько табу нам навязали снова по поводу секса кто чего имеет право кто на что не имеет право да но просто тем хороши тренинги например потому что если у тебя не если у тебя просто своя тупая своя сухая практика то там можно получить себе травму восприятия себя как мужчина сильно раньше чем ты наконец-то на работаешь практику вот всему чему учат на тренингах можно научиться самому без тренингов только это долго-дорого и больно ну просто те которым якобы дано от природы попали в жизненную ситуацию где-то раньше да то есть вот он был социальную среду которая их взрастила вот никто не падает веточки сам по себе я знаю очень много мальчиков симпатичных которые но вот в принципе ему же ничего не нужно здесь вот на него сможет но он такой вот естественно ему ничего не надо естественно ему каждая девочка готова дать а он такое моросит а он такое творит что я вообще никогда не будет же в принципе при том что он прекрасно вот он очень классный а бывает смотришь на гоблин гоблином но он понимает что он делает от понимая де нет сильные стороны геоним слабые стороны он самых либо мод до то есть там те которые есть якобы на то то есть типа сам такой этот просто очень рано понял смотрел в зеркало и осознал то есть этот размножение не для меня в таком случае нужно что-то делать вот он некрасивый но умный ну тут все как всегда девочка была некрасивая но хитрая она туда подходит я не верю в людей которые вот прям все сами умеют всему можно научиться и всегда можно научиться просто если учиться самому то это долго дорого и больно если учиться на где-то кто тебя ведет с учителем всегда легче без учителя всегда сложнее так у меня тут при пришли несколько вопросов поэтому я сейчас зачитаю и отвечу какие на твой взгляд самые эффективные способы заинтересовать девочку самый эффективный способ заинтересовать девочку это быть заинтересованным в ней вот это самый простой способ то есть как только вам интересно по-настоящему девочка и это интересно девочка не для того чтобы доказать себе, какой я классный. Вот это вот через нее самоутвердиться. Не для того, чтобы отработать, а потому что она правда тебе интересна. Живой, открытый интерес к другому человеку всегда интересен, потому что для нас самое ценное это мы. И если мы вдруг видим человека, которому мы интересны, мы очень ему рады. И девочки, и мальчики. Это самый быстрый и простой способ. Главное, А вот некоторые моменты бывают, когда слишком заинтересованы и не так... Да, вот это вот, копающая слюна и дрожание пальцев, это, конечно, чрезмерно. При взгляде на это маниакальность пугает. То есть если вы... Здесь просаживается безопасность, и она тогда отталкивает. А заинтересованность, я могу сказать заинтересованность таким способом, что... Да и, скорее всего, вы тоже с этим когда-нибудь сталкивались. Когда вам, к вам появляется интерес, живой, открытый, настоящий, вам приятно, как бы, в общем-то, не выглядел этот человек. На этом девочек точно могу сказать, что даже если к ней подошел абсолютно невменяемого вида мужчина, да, то есть вот он страшный на все деньги, которые только можно представить, он ужасающий, насколько это может быть ужасающе, но он что-то сделал, ну вот он появил живой и настоящий интерес. Она, конечно, такая, нет, вы что? Но где-то внутри нее маленькая принцесса хлопает в ладоши, со словами, меня выбрали, меня выбрали, меня выбрали. Вот. И если этот человек не переборщит с жесткостью своего интереса, вот как раз таки вот эти капания слюны, то вполне возможно, что вот этот интерес к ней перевесит то, как он выглядит. Это самый легкий и простой способ. Увидьте, зачем вы идете к этой девочке, увидьте, что вас в ней по-настоящему цепляет, почему она по-настоящему интересна. Ну и тогда это хорошо работает. Да, это цель. Да, да, да. А там все всегда в цели упирается, в перепутывание целей приводит к факапу в коммуникациях. То есть перепутывание, например, цели в бизнесе, когда человек вместо того, чтобы работать за контракт, ну то есть вот на контракт, на продажу и прочее, начинает работать на самоутверждение, все сломалось. Здесь точно так же и с соблазнением. Если вы вместо того, чтобы соблазнить девочку, идете самоутверждаться, все ломается. Да, это можно, оно сработает и прочее, но далеко не всегда, далеко не со всеми и прочее. Особенно всевозможные там статусные девочки, так называемые, если там нет вашего интереса к ней, если вы просто ее хотите себе получить как звездочку, и чтобы потом похвастаться пацанам, то вы идете не за ней, вы идете за своим интересом. Вас сольют. Ну то есть это будет прям сразу видно для нее. Ну если ей только не захочется с вами поиграть, но скорее всего она тогда вас переиграет. Так, в какой момент клонить разговор к сексу двусмысленные намеки, прямые темы, связанные с сексом? Клонить разговор к сексу можно практически сразу. Если у вас все в порядке с метасообщением и тем, зачем вы туда подошли, и если вы можете клонить конгроентно темы к сексу, то можно начинать сразу. Что значит конгроентно, и вы имеете на это право? К сожалению, наш социум вырастил большое количество мужчин без яиц. Им сказали, что это стыдно и плохо, и они за них все время извиняются. Да, то есть мне бы приписались, извините. Вот это вот. В этом случае, естественно, до клонения к сексу нужно еще пройти собственный стыд, пройти собственное разрешение, и вы можете перейти к теме о сексе только тогда, когда вы сами себе разрешите к ней переходить. Иначе это будет выглядеть извиняющейся и неуклюже. Вот. Если вы привыкли об этом разговаривать, если у вас все нормально, если для вас секс это не табу, если вы не считаете, что это стыдно, страшно, и я ужасный человек, что я трахаюсь, то да, пожалуйста, сразу. Вот. Если же у вас есть там какие-то внутренние барьеры, то мы тогда, как только девочка сама начинает вас в ответ трогать, то есть вот вы ее несколько раз сами брали за руку, а тут вы там руку брали, она раз как-то вас начала искать рукой, или вы видите, что к вам наклоняются. Вот. Это момент того, что в принципе она готова с вами уже начать этот диалог для того, чтобы в том числе узнать, какие у вас убеждения, как будете вы, или не будете ее осуждать, решите вы, что она шлюха ведьмы, и надо ее сжечь, или же вы нормально к этому относитесь. Вот. Она тоже, собственно говоря, девочки точно так же, там на знакомствах, на первых-вторых свиданиях, сводят тему к ебле для того, чтобы понять, а что ей грозит, если она вот такая ужасная женщина, тоже захочет трахаться. Хорошо. Так. Так. Ой, господи, за боже мой. Слушай, а по поводу вот этого сведения к сексу, само начало, не пугает ли оно? Просто в моем случае мне очень часто говорят, мне очень часто доверяют, что ты придет домой, но ты такой хороший, добрый, милый, как у тебя ничего, что вы не знаете. А ты перепрыгнул. Я даже не ожидал. Ты перепрыгнул, собственно говоря, как раз таки вот это состояние, и у тебя там была цель не соблазнить девочку, а доказать себе, что ты классный соблазнитель. Поэтому ты был готов бросить на это все свои силы. Нет, говорят, я вообще не думала, что мы... Я тебе, вот я тебе еще раз, да, то есть ты, ты, хотя соблазнить девочку, использовал весь свой, этот арсенал милоты, безопасности и прочего, и перескочил любовника и ускочил в друзья. Да, там, в родственные души. Ты так хорошо... А почему бы ебал? Это вообще такая тема, на самом деле, щепетельная, потому что, ну, по практике, когда ты сразу включаешь этот сексуальный контекст, и она понимает, что ты направленно там соблазняешь секс, ведешь домой, а для секса, у некоторых девушек, я не знаю почему, может быть, убеждения, там, включается, считается там, жесткое сопротивление. Да. А если ты это делаешь на каком-то, каком-то сообщении, там, подтексте, вот, ну, слух это не говоришь, до дома она доходит нормально. Ну, то есть, и домой она заходит без каких-то лета. А там уже, как бы, дверь закрывается, никого нету, и уже можно переходить. И такая стратегия, она просто, ну, многие к этому приходят, что она лучше работает. Она мягче? Да, может она мягче работать. Ну, она в уличном очень хорошо соблазнение работает. Убра вообще не работает. Ну, например, если разделять. Во-первых, да, то есть, давайте так, вы прям так и разделяете, вы реально считаете, да, что девочка идет такая и ничего не знает о том, что она идет с вами сексом заниматься дома. Просто гуляла. Ну, я не знаю, я не знаю, может быть, она потом так говорит специально, чтобы ты подумал, что она такая. Ну, почему-то конверсия говорит об этом. Когда ты не говоришь, что мы идем домой, ну, вдруг оказались в подъезда, зашли, там, чай попить. Хорошо, стой, подожди, я сейчас уточню. А в какой момент времени я сказала, что нужно девочке говорить о том, что все, пойдем трахаться? Я этого не говорила. Я этого не говорила и я не имела этого в виду. Конечно. Какой уровень после этого идет ЛМР? Как долго происходят скачки с загонянием? По-разному, 50 на 50. Некоторые не спритываются. Ну, то есть, во-первых, к какому-то количеству девочек вы заходите настолько в кассу, что, в общем-то, а что бы нет? Есть всегда процент девочек, которые, девушка, а давайте с вами кори попьем, давайте. Мы с коленем покорим, покорим. Дешкачева так постоянно сгоди. Не бояться хочу, так что зубы сводят. Вот. Так тоже бывает. Не в указании, что конкретно делать, а вот в процессе, именно построение процесса, просто домой завести на каких-то даже сексуальных, не толку, или еще чем-то. Даже с другими дечебами разговаривал, мы общались, и они тоже говорят, лучше не трогать вообще, пока ты не замерел на место имения, где ты готов уебить. Вот. Если на улице, да, было, во двор какой-нибудь завел, уже ты на Митухе, на Директе, например. Вот. У нас с вами, по всей видимости, немножко разное понимание прикосновений и того... Вообще не трогать, не трогать. Многие говорят, вообще пока не завел, и я с этим согласен процентом на 80, что пока не завел ее, лучше просто идешь, рядышком. Это с первого знакомства? Ну вот с улицы я вот сейчас пойдем, сяду, привет, классно выглядишь, как-то, все субботу, а что одна едешь, ну, пойдем, чикарка, как-то, как-то, или корянчик, нормально. Слушай, сейчас ноги промокли, кеду, у меня, легкие, приехал. Ну, пять минут, все, изи, зашли. Все, я дальше. Это фаст, и он немножко, это фаст, и это немножко другая история, да, то есть, здесь, да, если мы, если мы говорим все-таки о соблазнении трехступенчек, да, то есть там трехсвиданки, то если вы идете чай пить в кафешку, да, то есть у вас есть какой-то промежуток до этого, до дома, то вот там, если ты не трогаешь, что в какой-то момент появляется у девочки вопрос, что, блядь, здесь происходит. Нахрен я сижу и с ним пью чай. Это разные, стой, подождите, это разные модели соблазнения, ну, то есть трехсвиданка существующий, нормальный этот, возможность. Есть фастовая модель, фастовая модель, да, может, если ты из клуба, то, естественно, там не трогая вообще невозможно никого увезти, потому что, а зачем? Вот, а если это белый день, и она с тобой там, или вечер, да, и она с тобой только познакомилась, а ты сразу начинаешь ее на улице трогать, вот, там, три секунды знакома, ты начинаешь по ней, как это, как обезьянка карабкаться, вот, то, да, это может ее испугать, потому что там не установленный рапорт еще вербальный, ты уже перегибаешь палку, но если мы именно берем трехсвиданку, то там очень важный момент, просто, мне кажется, что фастовые, кто у нас тут прям фастовые, фастовые, только фастами и живет, вот, я поэтому по трехсвиданку, я тебе открою тайну, что если это не прямо фаст-фаст, то трехсвиданка всегда проходит, как трехсвиданка, она может проходить за один день, да, она может проходить за один день, но это были трехсвиданка все равно, то есть этапы все там те же самые, просто если, вот то, о чем ты говоришь, это немножко другая штука, прикосновения в разный, да, то есть если мы берем трехсвиданку классическую, то есть с нескольким количеством встреч, то если ты не трогаешь девочку, то она просто не приходит на следующее свидание, потому что они понимают, зачем. Если ты рассчитываешь, чтобы на следующее свидание, она пришла, то нужно вообще как бы сообщить, зачем тебе это. В том числе, если ты идешь не сразу, если ты вот не сразу ее увидел и ведешь ее домой, а собираешься хотя бы в кафе зайти, то вот в этом кафе уже нужно все равно ее трогать, потому что, ну, то есть там есть лимит временной, где-то минут 15, 15, когда девочка нормально относится к тому, что ее вообще не трогает мальчик, который якобы ее собирается соблазнять. Потом у нее начинают возникать вопросы о том, что происходит. Да, и начинаются сомнения, если вы очень долго шли к дому, то ЛМР будет выше, потому что, когда ты наконец-то туда дойдешь и начнешь ее трогать, у нее уже вопрос о том, что, а что происходило, а что ты меня до этого не трогал, там возрастает. Там вот прям change place хорошо за руку взял и повел. То есть оно такое, знаете, как это, как маленькие дети за руку, то есть она не та, а, детка, иди сюда, это иногда, да-да-да-да-да, ты ее там 3 минуты видишь, да, ты уже ее вот это вот везде общупал, это, конечно, отстраняет, но это слишком быстро, слишком агрессивно, слишком неадекватно. Вот, но если ты собираешься везти ее домой, в том числе, если ты вот ее только сейчас здесь соблазнишь, возьми за руку и веди за руку. Все очень просто, не вот это вот, конечно, джентльменство, да, под ручку идешь, а вот прям, и она уже приходя к тебе, у нее уровень доверия будет сильно выше, интерес сильно больше. Ну, я думаю, не всегда за ручку именно, а может что-то другое, просто за ручку, и многие, так как, да, и там. Часто ли ты пробовал ходить за ручку? Да, ну, просто у меня там первое, это знаешь, а тебе нравится ходить за ручку с девочкой? А, тогда тебе нужно изменить этот, если вам самому не нравится этот кинестетический контакт, и вам кажется, что это какая-то херня, то значит, вы его не используете, вы используете то, что нравится вам. Да хоть за капюшон, мне все равно, да, за ручку, ну, то есть, под ручку, это дружественность и родство. Вот этот, он как раз таки дает легкость происходящему и состояние игры. Ну, взрослые люди не ходят за ручку, да, поэтому здесь происходит что-то веселое, мультяшка какая-то, вот, снимается значимо, снимается серьезность происходящего процесса, поэтому вот за ручку именно на драйве кайфа и веселья можно делать, но там вопрос того, что насколько вам комфортно в этом. Если вы чувствуете себя идиотом, если вам не нравится, если вы думаете, о, сейчас за ручку буду ходить, тогда мы это не используем. Вот. И в этом случае мы, если очень долгий переход от места к месту, значит, ты используешь там поддержание за локоть, да, там, подачу руки при переходе дороги и еще каких-то таких моментов, которые ты все равно трогаешь, но это забота и она не, ну, она сексуальная практически, но при этом ты имеешь право ее трогать. Да? Нет? Да. Это такие особые случаи, просто чем, мне кажется, дольше, вот, ты трогаешь, вот идешь, вот именно, то есть, изначально система должна построена так быть, чтобы вот именно вот эти переходы были минимальны, чтобы вот именно расстояние от знакомства до места имения было минимальным в системе. То есть уже, как ты говоришь, ну, ну, не тягутища, не тягутища, не тягутища. Ну, это не вот так. Ну, хорошо. Это не тяжелый вариант, это бывают тяжелые. Ну, более частично, но если тебе не понравилось, тебе, Ну, это как ты, я понял, ты говоришь, это как нам, кто же, знание, которые пригодятся, когда тебе вот тут, тут сам встретил, а ее, сука, под ручку надо вести, а тебе до этого никто не сказал. Там просто вот этот вот, да там, есть, смотрите, какая штука с киноэстетикой. Она очень простая. У нас в мозгу есть как прямая логика, так и обратная. Вот прямая логика сообщает, что меня может трогать только близкий человек. У каждого из нас есть эта логика. Когда ты трогаешь человека, у него срабатывает обретная логика. Раз он меня трогает, значит, он имеет на это право. Да, то есть ты раз и сокращаешь это расстояние. Микроприкосновения складываются в большие обнимашки в голове. То есть вы немного прикасаясь к человеку, складываете у него ощущение того, что вы много ее трогали. Это перескок, в том числе на уровне. Да, там это тоже есть. Ну, в принципе, да, как раз таки там киноэстетика умелого человека, который неоднократно делал массаж и прочее, прикосновения, оно там очень важно в этом соблазнении, и оно очень хорошо работает. И в том числе, да, через это видно, что ты имеешь на это право, и ты это умеешь делать. Все, все без вопросов. Девочка такая, ой, там интересненько что-то, ладно, я пока, может, и не очень доверяю, но очень интересно, да, то есть бывает, что интерес превышает доверие, а доверие может превышать интерес. Да. У меня как бы самый беспокоящий мой вопрос, то, что вот раппорт у меня, ну, с доверием, короче, проблема. То есть, очень много было обломов, сливов, девчонок, вот именно давали обратку, что нет доверия. То есть, приводил домой, говорили, блин, что-то вот не доверяю я тебе, причем девочки мне нравились искренне. А возраст им какой называл? Что? Возраст им какой называл? Ну, реально называл. Это я, так сказать. Другой случай. Ну, то есть, часто получаю обратку, что нет доверия, вот. И там ебахой называют, и говорят, что несерьезный. А сейчас вот в перерыве разговаривал с товарищем, вспомнил случай, вот мы в Ялте отдыхали, и вот даже, кстати, из клубов увожу, там номер машины фотографируют. Ну, то есть, видно, что фаст, но все равно как побояться. И вот даже такой случай был в Ялте, познакомился со свингершей, мы пошли в бунгало, и в это время муж позвонил, она с ней поговорила, говорит, я тебе не доверяю, давай твой паспорт сфотографируй, и мужу вышлем. То есть, ну, какой-то экстренный случай. Проблема с доверием, вот у меня, что с этим делать, как доверие качать? Кем работаешь? Ракеты в космос запускаю. Ну, в космической сфере. Там уровень секретности есть какой-нибудь? Есть. Мутный ты. Ну, вот так, если по-честному, по тебе непонятно, кто ты, что ты, и что ты пытаешься донести. По тебе, с одной стороны, видно, что ты, скорее всего, умный и образованный, а при этом по тебе видно, что ты почему-то хочешь казаться легким, эгигейным и таким ха-ха ветреным. Идет несостыковка и неконгруентность. У тебя, возможно, либо вот это вот легкое раздвоение, ты на работе, скорее всего, серьезный, умный и весь такой, решака, а в обычной жизни ты очень хочешь быть легким и ничего не решающим. Но у тебя не отслаивается твоя работа и твой профессионализм. Я бы на твоем месте как раз-таки снизила немножко попытку стать таким легким и веселым. Будь вот этот, то есть твоя экспертность, твой профессионализм и твои достижения в твоей профессиональной деятельности могут быть для тебя и будут работать лучше, именно с метасообщением, с конгруентностью. У тебя вот это вот, вот эта несостыковка, она дает мутность. Непонятно, короче... Я люблю яркие эмоции, драйв, там, выселай, клубы хожу. Хорошо, и... Ну, это не плохо, но просто это можно делать... У тебя есть ощущение на пускной веселости. Вот я на тебя смотрю и у меня есть ощущение того, что ты, да, веселый, живой и это, но ты хочешь казаться еще более живым, веселым и таким, да, то есть у тебя первый вопрос, который ко мне выскочил, а что делать, если мне 35, я говорю 28. Ты хочешь казаться моложе, веселее и прочее. Ты очень круто выглядишь для своих лет. Ты очень яркий, живой и энергичный, и тебе не надо пытаться еще, да, то есть еще молодиться. Вот, когда ты перестанешь стремиться, да, там, скрыть свой возраст, возраст, это не приговор, вообще цифра, которая к тебе не имеет никакого отношения. Вот, и не будешь пытаться казаться моложе, веселее, ярче и прочее, а будешь просто вот гармоничный в своем состоянии. У тебя уйдет эта мутность, потому что мутность у тебя есть на самом деле, да, то есть непонятно. мы тут прям такую фразу и давали, мутность, не доверяют, что-то я не пойму, так постоянно замолкают, смотришь, глядя. Ты хочешь казаться, ты хочешь казаться более легким, чем ты есть на самом деле, да, то есть у тебя, знаешь, тебе нужно, как в этом анекдоте, либо доктор Реш, не знаете, да, этот анекдот, приходит мужик, говорит, доктор, у меня IQ 150, я не могу, вокруг дебилы, жизнь катится не туда, я понимаю, что люди сами себя в этот, я больше так не могу, посоветуйте мне что-нибудь, я могу отрезать вам кусочек мозга, но вы станете тогда глупее, он, доктор Реш, кто-то ему отрезал, кто-то приходит, слушай, доктор, хорошо стало, бабу нашел, кредит взял, ипотеку взял, значит, столько эмоций, столько жизни и прочее, ну вот временами задумываясь о том, зачем, куда мы идем и прочее, отрежь мне еще кусочек, а? Он такой, ну, понимаете, там же шето и прочее, он, доктор, режь, я вот это вот отрезал, приходит, доктор, знаете, друзей нашел, сиди, пива спьем, баба ругается, дети бегают, ипотеку непонятно чем платить, ну нормально, весело, хорошо, но вот временами я смотрю и думаю, а чем же, как же дети мои здесь, дальше будут жить, тяжело так становится на душе, да, там, сразу говещу, не знаю, зачем я это делаю, доктор, отрежь еще кусочек, да вы, да дебила, скатите, нормально режь, да, и приходит на следующий раз такой, в тренингах, обибасы с темками в кепочке, доктор, спасибо, я счастлив, вот, вот, тебе либо доктор режь, либо тогда признать, что, ну да, тебе бывает в этом мире грустно, скучно, и непонятно, почему они такие, и это тогда станет твоим нормальным состоянием, да, то есть ты чрезмерно пытаешься на все смотреть радостно и позитивно, не надо, ну, хорошо, что у тебя есть интеллект, хорошо, что ты умеешь думать, это классно, оставь, и тогда у тебя уйдет эта мутность, это неконкретность идет от того, что ты пытаешься казаться более легким, веселым и беззаботным, чем ты являешься на самом деле, у тебя очень цепкий и очень острый взгляд, который постоянно что-то мониторит, и вот этот взгляд выдает, что ты не одуванчик, поэтому ты, короче, либо режь, либо перестань быть одуванчиком, станет все тогда хорошо, войдешь в состояние, да, джедайский рапорт, это как раз-таки, это любимая формулировка просто Алексея Святогоева о том, как быстро устанавливать рапорты, какие есть проблемы, собственно говоря, на протяжении всего этого мастер-класса, мы с вами об этом и говорили, то есть все, что там было освещено по темам, это как раз-таки то, о чем мы сейчас говорим, просто я не могу это там, это, а сейчас джедайский рапорт, вот, а сейчас тема, как не скатиться, а сейчас тема хаточек, вот, это все об этом, да, то есть, просто это нужно разбить, каждый из вас там услышал для себя то, что услышал. Ну, давайте так, кому чего не хватило, кто чувствует, что он зря пришел, вы мне скажите, я расскажу. Все хорошо, это не к этому, но расписано все было, можно было просто назвать рапорт, а здесь нет. Ну, если бы тебя просто назвали рапорт, и сказали, приходите, вам скажут, что такое рапорт, вариация того, что, собственно говоря, пошел, видишь, ну, вот, это да, для, да, то есть, это такое, джедаевский рапорт, это как раз таки быстрое умение устанавливать рапорт, который у вас не появится, который у вас так и будет, да, и при этом понимание того, как вы им управляете, вы делаете так, как будто вы его устанавливаете, но не устанавливаете, вот, то, о чем говорилось, да, что там о себе рассказать и прочее, это рапорт в чистом виде, просто ты берешь там по ромашечке, о себе немножечко и прочее, но гораздо эффективнее, если не ты рассказываешь о себе, а тебе рассказывают о себе, люди гораздо больше любят рассказывать о себе, чем слушать о других, вот, но если они у вас интересуются и спрашивают, тогда мы об этом рассказываем, так, есть у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы, жалобы на режим, пожелания, пирамиды, смотри, как он внимательный, а, дуванчиком прикидывался, не, 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 внимательный, это как раз твое, вот, этот, если бы он ушел молча со словами, все классно было и хорошо, а я бы по глазам видела, что он помнит по эту пирамиду, вот это тогда был бы мутный, а то, что он мне сейчас об этом сказал и прочее, да, то есть у нас навыки профессионализма, следующий уровень, это у нас убеждение, вот, кстати, одна из таких, это комплименты убеждениям, девочка убеждена, что семейные ценности, это прекрасно, ты найдешь обязательно себе чудесного мужа, и будешь прекрасной матерью, и женой, смотрите, самое важное в соблазнении, особенно в фастовом, особенно в быстром, и ради секса, и для построения семьи, не лезьте никогда обсуждать, убеждения женщины, и вообще не лезьте обсуждать ничьи убеждения, почему, потому что убеждения, это такая штука, которую туда кто-то принес, чаще всего человек сам не осознает, что у него за убеждения, зачем они ему нужны, и кто их туда принес, это ограничения, убеждения, это всегда ограничения, бывают, так сказать, там, позитивные ограничивающие убеждения, бывают негативные, но убеждения, Это всегда ограничение Если вы попытаетесь с девочкой Обсудить ее убеждение Поспорить с ней и прочее То вы получите себе Жесткое сопротивление Наткнувшись на убеждение Мы хвалим о том, какое оно у нее Классное И уходим в сторонку Будем просто знать, что когда Придет вопрос секса и прочее У нее скорее всего всплывет вот это убеждение И нужно сразу подготовить Плацдайм о том, что нужно что-то По-другому делать Можно было сразу что-то Да ладно, это вообще нормальная тема Уже как будто это и зерно кладешь в голову Ага, ну для него это нормально Значит, это хорошо Но я на самом деле тоже такая-то Можно Но смотрите, люди очень не любят Когда их убеждения принижают Не то, что принижают Опять же, это не то, что там ты Вот втираешь, ты не понимаешь Это нормально Вот так А вот, да блин, да это нормально Вообще, ну как бы вот так вот Че, я ее так постоянно делаю А ты че, нет что-то? Вот в шутку, да, это можно перевести В шутку перевести и заводить Не, она уходит это в голову И потом, ну, она уже тебя рассматривает Да Для тебя это нормально Да А если ты согласишься, скажешь Ну да, так как-то первый раз Ну, первый раз там, я не знаю Там пойти и переспать сразу Ну, если ты соглашаешься с этим, что да, это не нормально Она уже, ну да, для тебя это не нормально Здесь смотри Вот это вот отшучивание Хорошо, да, то есть ты пошутил И здесь снова мы уходим от этого убеждения Да, то есть мы ни в коем случае дальше не уточняем Почему, а как тебе этот А что, а как, почему ты решила Что этот, там, на первом свидании Кто дает, тот шлюха У тебя был такой опыт и прочее Ага, это не-не-не тебе А знаешь, сколько людей Начинают уточнять Учить девочку на свидании Учить ее жизни Лечить ее убеждения и прочее Толпа Прям убежденная Ну как, надо ж убеждения изменить Аж тут, знаете, я сейчас Два раскрутки Там это, вот это тоси-боси И там начинается, в общем-то, чаще всего скандал Как я понял твою идею Когда она озвучивает свое убеждение Ну, дать, понятно Ну, я не считаю тебя шлюхой И все, и мы как бы глубоко туда не копошимся К тому же, когда мы пришли домой И она опять выбрасывается Ну, как бы у меня уже готовка Ты, вот смотри, да, то есть Здесь та самая схема Ты его услышал Ты можешь сказать о том, что Классно, да, что у тебя есть по этому поводу убеждения У меня вообще нет никаких по этому поводу предубеждений Мне вообще по барабану на это Вот, сказал и ушел Но на протяжении всего времени Ты по чуть-чуть дальше закидываешь истории о том, как классно Сколько всего происходит в первый момент И если это упустить потом, то будет это Ты просто знаешь, что на протяжении всего остального времени общения Ты наткнулся уже на убеждение Которое нужно по чуть-чуть утилизировать Гораздо эффективнее утилизировать убеждения по чуть-чуть Чем пытаться их Впрямую А если ваши убеждения с девочкой совпадают То это будет один из самых сильных комплиментов Да, то есть вот там дал слово, держи слово О, я тоже Д'Артаньян И вы с ней на это и этот Да, и вы оба такие Д'Артаньян И у вас общие убеждения И вот прям клево-клево Важно, единственное, что Да, то есть вообще по-хорошему Для соблазнения мы заканчиваем на вот этом уровне Да, то есть у нас вот эти уровни являются комплиментами соблазнения Потому что вот этот уровень И даже на, ну как бы профессионализм немножко Являются уже уровнем на общение личности с личностями А в живого человека хуем тыкать некрасиво Да, поэтому если вы уже там увидели личность Оценили личность и поняли, какая она интересная личность То у нее может сработать Я же личность В личность нельзя Поэтому мы остаемся вот здесь То есть не переходим Это вот как раз таки перепрыгивание в друзья и прочее происходит именно здесь То есть если мы берем бизнес-контекст То вот это самые лучшие комплименты для бизнес-контекста То есть есть мужики, которым делая комплименты про внешность От другого мужика Это будет сложно Хотя тоже зайдет Вот, но вот там профессионализм и навыки Они прямо им очень хорошо Убеждение с ними поговорить прям замечательно Да, последний уровень, который есть, это миссия Ну, в общем-то, вы просто редко встретите людей с миссией Ну, и после него тоже было пара-тройка человек В принципе, там их можно было откопать Вот, но просто людей с миссией осознанно очень мало И не знаю, это хорошо или плохо, но пока так Вот, и главное, как только вы встретите человека с миссией Вы точно поймете, что у него есть миссия И там вам, у вас не будет выбора его не хвалить за эту миссию Потому что она, скорее всего, классная Она очень заряженная энергия И он в нее вкладывает все-все-все И вы все равно не сможете не восторгаться Там оно будет естественно Да Знаешь, вопрос, который меня интересует Давай Ты же еще девчонок соблазняла Да И мне запал в душу То, что нужно более сильными сообщениями И вообще-то, ну, как бы Да Уровень там сильно наповядок Ну, да И? Мне просто интересно, как ты видишь соблазнение Вообще, что такое вот соблазнение? Соблазнение это Если именно соблазнение женщины, да То это дать ей понимание Что один из вас точно знает, что происходит И все, что происходит, это хорошо Вот Если вы вот это метасообщение И вот это внутреннее состояние в себе выработаете В принципе, не возникнет дальше соблазнения никаких вопросов Да, там за время мастера Из самых таких вот запоминающихся у меня моментов Это был фаст тройной То есть я просто на улице подцепила трех девочек Для которых это совсем было неадекватно А, никогда, никогда Вот Было нам весело, хорошо и радостно Вот Но это потому, что А чего нет? Да Ну, вот это вот внутреннее состояние того, что да, можно все Можно все Я решаю То даже грех на мне Все решим Все хорошо Я за тебя в ответе Вот эти метасообщения как раз таки идеально устанавливают рапорт К вопросу о том, как быстро установить рапорт Если вы знаете, зачем вы это делаете Если вы знаете, что это хорошо Если вы не хотите за счет девочки Ну, то есть если у вас нет каких-то гаденьких там ощущений Самоутвердиться за счет этого человека А вы реально им заинтересовались И он вас реально зацепил И да, даже если это одноразовое Но он зацепил Вот именно она зацепила вас сейчас и здесь И вас вштырила Во-первых, оно только тогда чего-то стоит Потому что Ну, вот это вот Безвкусное и неинтересное Пластмассовое Я не понимаю, зачем Да, там вот это тогда в большом количестве Вот Но если ты видишь, что это драйв, это кайф И ты уверен, что всем будет круто Все Вот оно вот такое Рассказ про тренинги То есть в 10-12 Потом вопросы уже В выключенном режиме Да Ага, я поняла Так А, давай тогда по поводу скидки И этот Как я уже упоминала У нас планируется в ближайшее время Два тренинга Один из тренингов Это как раз таки На котором будет Всячески раскрыта тема Которую мы сегодня Да, обсуждали Это вообще соблазнение Техники соблазнения Там длинное Короткое Быстрое соблазнение Что нужно делать Как это сделать И прочее Для как раз таки Выработки Уверенности того Что вы умеете Вам нравится Вам кайф И выработки своей модели Вот Это у нас называется Автошкола И у нас Есть Секс-машина Для того Чтобы получить Кайфовый навык Быть кайфовым любовником Для того, чтобы точно знать Что любое ваше соблазнение Это круто Потому что ей понравится И она еще подожжет Привезет Вот Где-то так Да? Да И сегодня кто записывается Скидка на оба тренинга Вот И сегодня кто записывается Скидка от Алексея На тренинг Это по-моему Прекрасно Селфи Селфи И потом вопрос Так Все Всем пока Всем до свидания Пойдемте Семьи Стоук